Дорогие зрители, сегодня день рождения у профессора Сергея Сипарова. По этому случаю мы решили собрать вместе в одно видео серию его докладов, посвященных предназначению пирамид. Именно с этих докладов и именно в этом порядке нужно погружаться в мир пирамид Египта. В свое время данные выступления Андрей Скляров назвал эталоном. Именно так нужно уметь доносить информацию аудитории. Сергей Сипаров был лектором от Бога. Первые доклады были записаны более 12 лет назад. Мы постарались исправить звук и изображение, но грехи по качеству и артефакты все же присутствуют. Данные доклады по сути являются одной большой лекцией, на формирование которой у профессора ушло более 15 лет. По сути получилась самая информативная и объемная лекция по проблеме изучения пирамид Египта не только на нашем канале, но не побоюсь этого слова во всем мире. Приятного просмотра! Два слова, как я попал в эту деятельность. Вообще-то я этим не занимаюсь и никакого отношения не имею к египтологии, к истории, кроме личного интереса. Как по-видимому большинству из вас. В 2004 году я попал в эту экспедицию, про которую Андрей Скляров уже упоминал. И тут посмотрел на все это, и не представилось возможным думать, что это результат деятельности фараонов. В общем, у меня никаких знаний, кроме школьных, про это не было. Но посмотрев на все это, конечно, понятно, что это что-то такое, что не находят объяснение в рамках привычных предположений. Вот поэтому этот вопрос как бы закрылся сразу для меня. Интересен был следующий шаг. Следующий шаг состоит в том, что для чего это? Это собственно и есть загадка пирамид. То, почему людям это интересно. Потому что непонятно, что это такое. За что ни возьми, идешь и сплошные загадки на каждом шагу. И как только попытаешься об этом подумать, то тут сталкиваешься с целым рядом проблем. Ну вот то, что тут написано на этой странице, на эти картиночки, которые тут приведены, об этом говорили сегодня все, кто выступал при открытии семинара. Об этом говорили, что основная проблема состоит в том, что все друг друга раздражают. Значит, все раздражают египтологов, которые знают, что к чему лучше всех. Значит, имеются специалисты, но тролли которых можем и мы выступить ничем не хуже. Тут же квалифицированный народ собрался, каждый в своей области, и каждый что-то думает по этому поводу. Но, значит, мы друг друга слушаем, поэтому мы и тут. Это публика, нет, не слушает. Значит, следующие люди, которые... Чем мы плохи? Мы односторонние в смысле своей тематики. Вот. Мы видим каждый свой кусок, потому что не обладаем знаниями, скажем, фундаментальными, потом как комплекс все на это посмотреть. Ну, мы этим и хороши, потому что свежий взгляд. Ну, и кроме всего прочего, есть еще вот такой народ, который тоже раздражает всех, ну, кроме самих себя, которые готовы обсуждать там, какой звезды прилетели эти ребята, что они тут натворили и почему. От этого, конечно, тоже немножко тошнит иногда, но иногда и интересно поговорить. Вот. Поэтому главная задача во всей этой деятельности — это удержаться. Удержаться вот на каком-то разумном месте, чтобы, во-первых, не закоснеть, ни в этом не закоснеть, ни в этом не закоснеть и не свалиться. Вот. А таким образом нужно очень все тонко пройти, посмотреть, как это все бывает, насколько практически не удается. Никто никаких ответов не знает, и я в конце, конечно, тоже никаких ответов не дам. Но, во всяком случае, мне хочется обозначить некие пункты, которые необходимо преследовать при осмыслении этой проблемы. Ну, во-первых, перечислим обстоятельства, которые, в общем-то, все знают, которые связаны с пирамидами. Вот они неожиданны для многих, кто сталкивается впервые с тем, что происходит. Они разделяются на четыре вот таких вот крупных разделов. Первое — это некие знания, как правило, математические. Там можно найти всевозможные там числа Пи, золотые сечения, потом всякие соотношения, связанные вот с углами, хитрые в том состоящие, что там вот этот особенно любопытный, что вот это тут 26 градусов, которые там все знают, это такой-то угол, при котором тангенс равен половине. То есть, это вполне возможно иметь технологическую природу, а не какую-то там мистическую штуку. Вот, значит, астрономические особенности, которые потрясают, вот лично меня, потому что это имеет отношение к тому, чем я занимаюсь. Когда мы говорим про то, что ориентация сооружений со стороной в 200 метров имеет три минуты дуги, ну, все, больше не могу ничего больше не говорить. Вот, ну, имеются ходы, там тоже про них смотрят, куда они направлены, Орион там фигуры, там еще что-нибудь, это я уж не знаю. Геология. Значит, вот Татьяна Алексеевна говорила, право вопрос задавала Андрея Склярова по поводу того, откуда привезли все эти вот блоки там, гранитные, базальты, был знает что. И только что Андрей сказал про красную пирамиду по поводу того, неизвестно откуда блоки. Что такое? Откуда они волочат все эти блоки и зачем? Не говоря уже про проблематику вот здесь, которые написаны, всем известны. Это вообще какая-то непонятка. Теперь технология, ну, тут все более-менее понятно. Вот это обсосано уже, переобсосано и всем надоело, что непонятно, как сделаны, непонятно зачем, непонятно как. Почему-то, вот не знаю, мне почему-то кажется, что это недооцененные обстоятельства. Это главная проблема не столько в том, как сложно притащить блок, как проблема в том, как сложно организовать это все. По уровню технологической цивилизации там вопрос, достигли мы или не достигли уровня, при котором можно притащить блок. Там разных весов, блоки на разные высоты поднимать, там можно упереться, там всем миром навалиться, объединить там страны между собой, учить куда-нибудь поднять. Как организовать эту работу? Вот вопрос. Мы этого не можем. Я читал статью, в которой японцы решили построить пирамиду, значит подготовились технологически, набрали, нарезали блоков, собрали желающих, бросили клич, я бы сам поехал. Вот и значит они остановились на 10 ряду, 10 рядов, все. Затор. И это перед современной техникой, которая позволяет ездить по дорогам, подвозить блоки. А вы прикиньте, вот сегодня ходили по пирамидам, можно легко посчитать, какой скоростью должно было происходить возведение. Вот этой пирамиды Хеопсиса, если прикинуть, если считать, что там как-то некоторые думают, ну вот официальная точка зрения называют цифру 20 лет, заводилась пирамида, значит там легко сосчитать, какова скорость установки одного блока на место. Получается 1 минута, 1 блок, в средней массе 1,5-2 тонны. А теперь мы представляем муравьев, которые их тащат туда. Каждую минуту, 20 лет, без перерыва, без перерыва на обед, на сон, на все остальное. 1 минута, 1 блок. Пам, пам. Посмотрите на этот радиус, диаметр, на все, что хотите. Как эта публика действует? Там рабы, не рабы, техника. Как это организовать? Короче говоря, в общем, все это непонятно. Значит, вот есть известные версии. Значит, у пирамид есть 2 группы проблемы. Одна группа проблем – это постройка. Вторая группа проблем – это назначение. Четыре версии мне известны. Вот это официальное, что это культовые сооружения, которые там посвящены богам и все такое. И это единственная версия, у которой есть назначение. То есть она тогда отражает не только способ возведения, там, связанный с рабами и какой-то другой технологии, там, пангусы всякие там и прочее, но и назначение. Остальные версии грешат тем, что, хотя они тоже, так сказать, любопытные, они никто на значение не указывает. Вот тут я написал, выписал, что за и что против всех этих версий. Ну вот, легко увидеть. Ну, я скажу все-таки в темпе для того, чтобы прозвучало это. Значит, культовые сооружения. Что за? У нас имеются мастобы, во-первых, которые тоже такие очень сложные сооружения. Я готов поверить, что это вот как раз то, что то, за что они считаются. И, в частности, пирамида Джосера, которая считается первой по сроку возведения, она имеет похожую структуру с мастобами. Если посмотреть, как там эти все подземные сооружения выстроены, это какая-то модернизированная мастоба. Возможно, имхотепли, кто там был, кто его сооружал, хотел блеснуть своими талантами. Ну, это отдельный разговор. А значит, остальные пирамиды полная неясность. Никаких мастоб. Мастоба желающие могут там посмотреть, как они устроены. Значит, предложены способы возведения, проверка не показала возможности. Значит, против разницы конструкции мастоб это написал, способы не прошли проверки. И, наконец, если бы это все было так, как вот думают граждане, которые связаны с культурными, с культурным назначением пирамид, у меня вопрос. Зачем коридор испытаний? Коридор испытаний. Вот были сегодня на гильзе, посмотреть могли. То есть, там имеется некая модель того, что в пирамиде потом реализована с точным соблюдением условий. Нисходящий ход, восходящий ход, пробка, переход к камере царицы, переход к большой галереи. Все это рядом сделано перед тем, как построена пирамида. Ну, как вот с восточной стороны, там рядом с большой пирамики. Вот если это культовое сооружение, которое от всей души посвящая своим богам, значит, ну, чего его тренироваться, там какие-то углы соблюдать, прежде чем его построить. В этом должен быть смысл. Даже если это посвящается богам, значит, я должен ясно понимать, как это, зачем. Это непонятно. Географическая версия состоит в том, что пирамиды сооружались тогда, то есть, когда фераоны были, и они этим занимались, там. Просто египтяне не знали технологии. Какие-то люди пришли, построили и ушли. То есть, приход народа, он напрашивается, потому что египтяне строили пирамиды. И до пирамид строили официальные даты, там, 2400 назад. И до этого строили, и после этого строили. И до этого строили хуже, и после этого строили хуже. А вот в этот момент построили здорово. Значит, скорее всего, либо не они, либо их научили. Что-то произошло. Утрата технологий произошла очень резкая, как и появление. Значит, предположительно, что кто-то пришел, подсделал. Значит, чем это плохо? Что за? Ну, вот разница конструкции. Не прошла. А что против? Ничего мы не знаем про этих ребят. Еще так, кроме абстрактного предположения, что они пришли и ушли, нет. Времена. Это вот та, которая касается времени возведения пирамид задолго до фараонов. Там разные строки называют, но, как правило, тысячелетия. Можно грешить на то, что при фараонах была реставрация, и то, что фараоны использовали пирамиды в своих целях. Очень разумное предложение. Мне это все нравится, например. То есть, по крайней мере, мой мозг более-менее современного человека это вполне может воспринять. Что действительно имеется некий памятник артефакт. А у меня есть свои идеи по поводу, так сказать, моей души загробного существования. Я придаю им большое значение. Это отражено в культуре. Почему мне этот артефакт не приобщить к своей культуре? Бах и пожалуйста. Но это тоже домысел, конечно. Имеются следы потеков. Вот это важное обстоятельство. Можно посмотреть около сфинкса. Как раз на этих внешних сторонах этой штуки, в которой он находится, там дождевые протеки. Про эти самые выветривания, вертикальные. Поэтому дожди-то были значительно раньше, чем времена фараонов в этих местах. Поэтому до 7-8, значит, минус 7-8, значит, всего 10 до нашего времени. Вот. Но тут проблема в том, что видеть тоже у нас нет источников и артефактов установленного назначения. Артефактов завались, как сегодня было сказано. Назначение непонятно. Поэтому это, конечно, версия. Пока не ясно какая. Ну, кто-то откуда-то прибыл, что-то такое натворил загадочными способами и куда-то делся. Вот. И больше не придумать. Значит, давайте выделим принципиальные обстоятельства. Для того, чтобы нам как-то размышлять на эту тему, нужно выделить принципиальные обстоятельства, которые бессмысленно игнорировать. Их три. Вот таких и одно дополнительное. Три основных. Первая – это сверхвысокая технология, про которые говорят все время. И размах его применения. То есть, включая способы организации, все. И сами массы, которые были затронуты в этом всем. Масса материала. Сверхвысокая точность астрономии. Непонятно совершенно, на кой она нужна. Ни тогда, ни теперь. И сверхгигантский масштаб. Ни по тамошним меркам, ни по теперешним. Это вот то, что не понять. И, кроме того, есть дополнительное обстоятельство, важное. Значит, если мы отрешаемся от рассмотрения какой-то одной версии. Пока просто осмысливаем, что происходит. Надо учесть следующее, что имеются несколько пирамид на ограниченной территории, владающие вот всеми этими тремя свойствами. Причем в Египте больше ста пирамид. Вот эти семь великих. Они в разной степени великие, что называется. И свойства, тем не менее, вот эти проявляются у них у всех. Но у всех по-разному и немножко разные. Вот. И, в частности, вот на Гизе имеется три пирамиды. Тут совсем хорошо под боком их можно сравнивать. Они все чуть-чуть до отличаются. Это не стоит гонорировать. Их несколько. Ну вот в связи с этими выделенными обстоятельствами можно несколько замечаний сделать об известных гипотезах. Ясно, что предположение о культовом назначении, с одной стороны, не требует ни одного из них. С другой стороны, допускает все. С научной точки зрения это плохое. Плохая теория. Предположение о культурном назначении, типа межцивилизационного обмена. Вот любят говорить о том, я встречал в литературе всякие соотношения, всякие царские локти, диаметры земли, чертов ступи, что только нет. Это все сразу сметается тем, что вот, например, эти простые геометрические вещи, такие общепонятные со школы, они сразу сметаются тем, что рядом стоит несколько пирамид. Каждая из них обладает этими загадочными параметрами, перечисленными на слайд раньше, и не во всех есть эти штуки. То есть посланием в виде набора символов пирамиды быть не могут, потому что их рядом несколько с разными параметрами. Если бы это была одна пирамида, тщательно отделанная, тогда об этом можно было бы говорить. И поскольку их несколько, эта штука имеет разброс, все. Значит, ну вот имеется еще вот эта штука, касающаяся светового конуса. Ну тут та же претензия. Значит, если повторяют, это сооружение было уникальным, то тогда это можно было бы рассмотреть. Но поскольку имеется несколько сооружений одинаковой степени странности, обладающей разбросом параметров, то это следует отмести. Теперь это положение о техногенном назначении. Значит, вот то, что наиболее близко, ну лично мне наверняка, я думаю, что большинству собравшихся тоже. С чем это может быть все? Ну вот если взять их порознь, считать, что каждая пирамида, а, самостоятельная, и б, законченное сооружение. Вот два важных аспекта. Если это так предположить, тогда по-видимому ничем кроме генераторов энергии это не может быть. Потому что зачем ставить такие здоровенные штуки рядом, если они одно и то же? Каждая из них, так сказать, имеет одну цель предположить, раз уж они самостоятельные и законченные. Это ничего не говорит, это ничего специально не доказывает. Просто такое обстоятельство. Значит, если это посмотреть в совокупности, тогда, скорее всего, между ними должна быть связь. И мы должны заняться рассмотрением того, как связаны между собой отдельные пирамиды. Либо там есть ходы, либо там есть числовые соотношения, которые связывают то и сё. Что-нибудь в этом роде. Значит, я знаю экзотическое предположение, которое сделано одним из присутствующих. Оно мне чрезвычайно нравится по своей направленности. Но это предположение касается в большей степени того, как можно было бы использовать пирамиду на современном этапе знаний. Но оно тоже сметается с точки зрения того, для чего они были построены изначально. Именно опять из-за этого дополнительного обстоятельства, потому что их несколько. С разными наборами параметров. Ну вот, значит, в дальнейшем я буду пытаться думать в сторону техногенной гипотезы и попытаться продвигаться в эту сторону. Значит, при разработке гипотез техногенного назначения нужно представляется естественным. Допустить вот что. Ну, во-первых, что эта супертехнология, которая тут звучала, она является вторичной. То есть она используется для чего-то, а не является самоцелью. Вот, то есть никто не собирался демонстрировать, какие неловкие ребята там режут направо и налево материал, там таскают блоки. Это все было нужно для чего-то. Вот, поэтому это есть и точка. Теперь второе. Либо нужна вот эта вот гигантская масса, которая получилась, для того, чтобы реализовать какие-то астрономические намерения. Либо наоборот. Астрономические намерения нужны для того, чтобы масса заработала. Либо они не связаны вообще между собой. Вот, три варианта, больше нет. Значит, в обоих случаях нужно указать и то, и то, и это. Здесь что-нибудь придумали, здесь сложнее получается. Как только это будет сделано, нужно, естественно, предъявить способ проверки, или, по крайней мере, путь к нему обсудить. Как это можно проверить, эти предположения, чтобы просто не заниматься художественной литературой. Нужно добавить вот что. В 2004 году, когда происходили съемки этого фильма замечательного, тут же происходились измерения, в которых даже мне довелось принять участие посильно. И там выяснилось, что пирамида прекрасно работает, как некий детектор. Там выполнялись сейсмографические измерения, и получилось так, что там под землей имеется какой-то сейсмический шум, а пирамида выделяет и усиливает несколько частот. Причем это усиление здорово, десятки раз, там, 20-30 раз, я не помню точно, но что-то такое, такой порядок величины. Вот, ну и хорошо, значит, она умеет это делать. Вот, таким образом, вот это предположение о том, что это какой-то детектор-усилитель или что-то там еще, это предложение может быть этим фактом, это факт, подтверждено. Значит, таким образом можно предположить, что пирамида это рупор, улавливающий определенные частоты сейсмического шума. Теперь, помимо того, что у нас есть сейсмические упругие волны, там, в этой пирамиде встречаются гранитные детали. Причем в разных пирамидах их количество разное. Иногда это бывает полностью облицовка, как, например, в Микерине, иногда это бывает полоска поднизу, иногда это в какие-то вкрапления. Есть гранитные части внутри, в отделке камер самих, в отделке ходов, элементы ходов. В общем, короче говоря, там есть гранитные материалы. Гранитные материалы – это пьезовещества, вещества, обладающие пьезоэффектом. Это означает, что сейсмика, которая там может существовать, вызывает электрические явления, электрические напряжения на, значит, концах такой штуки. Это означает, что акустический сигнал преобразуется в электромагнитный, и это тоже факт. Вопрос только в том, значит, может ли он использоваться и для чего. Но это тоже можно фантазировать. Значит, вот как устроен стандартный рупор, антенна-рупор, который используется в радиотехнике. Значит, на вот эти параметры, там, раскрыв этого рахтруба, так, сяк, накладываются условия в зависимости от назначения. Но на взаимосоотношение, где находится волновод, а где рупор, в зависимости тоже от назначения. Например, такие штуки используются, вот здесь фон, между прочим, убран не случайно. Это радиотелескоп. Значит, имеется вся эта компания волноводов и чувствительных элементов, и детекторы, вы чего хотите, имеется внутри рупора. Так тоже можно устроить антенну. Она направлена внутри земли, да. То есть, он раскрыв, направлен, ну, как, что, куда ему быть направлено? Пирамида стоит на земле. О чем говорить? Значит, и там внутри какая-то вот эта конструкция есть, которую мы видели на предыдущем слайде. Здесь она тоже, она же. Обратите внимание на элементы, которые здесь есть. Значит, и на факты, которые приведены вот тут вот ниже. Но это известное обстоятельство. Значит, пирамидная антенна, рупорная в радиотехнике, это рядовой случай. Свойство ее состоит в том, что у нее очень широкая полоса, удобная там для многих целей. Рупор широко, наиболее широко использованный тип антенн. И, что интересно, излучает линейно-полализованные волны. Если бы этот рупор был не пирамидальный, вот ни какой-то с гранями, никакой линейной поляризации в излучении бы не произошло. Теперь обратите внимание вот на что. Ну, как вы понимаете, эта пирамида вид сбоку просто. То есть, не вид сбоку, а повернутая набок. А здесь имеются вот два таких элемента. Видите, они в кружочке обведены. Вот это и есть то, про что я говорил тут раньше, про коридор испытаний. Вот этот участок как раз и моделируется. Вот это вот все построено рядом с пирамидой. С исключением длин вот этого коридора. Этого места, этого места и вот этого места. Значит, все сокращено. Все, что там есть, это точное соблюдение углов, точное соблюдение размеров и точное соблюдение этих вот узловых мест. Вот здесь вот, в этом месте, имеется пробка. Это гранитный камень, который не сразу нашли, там что-то вывалилось, и они его обнаружили. То есть, гранитная пробка, это, как уже говорилось, твердое тело с элементами, имеющие пиезоэлектрический эффект, демонстрирующие. Ну, вот тут можно посмотреть на картинки. Значит, если следовать этой логике, то ходы в пирамиде являются волноводами. Ну, вот по ходам сегодня ходили. Обращает из себя внимание вот что. Одно важное различие между пирамидами и мастовыми. Вот мастовые, там ходы под землю ведут, а они никак не отделаны, просто можно пролезть. А камеры, в котором находятся саркофаги или там все это вот, все добро, эти отделаны хорошо, потому что это уважение там к мертвым, к богам, кому угодно. В пирамиде мы наблюдаем чудовищно тщательную отделку ходов. Бывает, что тщательнее, чем камеры. Зачем? Если это волновод, то волновод должен быть сделать очень плотно, никаких зазоров там быть не должно. Тем более, что это пьезоэлектрический преобразователь, акустоэлектрический. Это означает, что все упругие колебания, которые можно связать с волноводами, должны передаваться без искажений, без рассеивания на этих самых, на стыках. Значит, причина отделки таким образом становится, ну, по крайней мере, есть предположение, зачем. Теперь второй фантастический момент, который известен про пирамиды, ну, не второй, а один из многих, который известен про пирамиды, это то, что прямолинейность ходов удерживается с очень большой точностью. То есть там порядка отклонения от прямой линии, это 5 миллиметров на 50 или 100 метров. Как достигается такая точность, я не могу этого понять. Значит, в современном строительстве, которое мы знаем сейчас, ну, кто строил дачные домики, тот знает, как уровнями пользоваться. Если ход наклонный, никакой уровень не помогает. Провешивать веревочки не помогает, на 100 метров веревочку не провесишь. На 100 метров веревочку под углом не провесишь. Лазерный луч пропустишь, но я, так сказать, не то, что не исключаю, исключаю, не думаю о том, были ли не были у них лазеры. Я не знаю, как они достигли этой прямолинейности, но я интересуюсь, зачем. Мне говорят про то, что на звезды указывают, но до этого я доберусь про звезды. Думаю, что можно справиться без особого удерживания прямолинейности. Полметра тоже бы ничего. Значит, если такой волновод участвует в сложном колебании, это не только колебание стенок, что позволяет идти волне по стенкам, но и колебание самого волновода. Я не знаю, как он устроен. Тогда его форма важна. Тогда будут важны целый ряд обстоятельств. Во-первых, прямолинейность будет важна сама по себе. Во-вторых, будут важны углы. Особенно углы вот этих, связка. Ну, то, что тут, возможно, эти все идеи дальше обдумывать, связано с тем, что имеется вот такая вот штука. Сегодня видели в пирамиде Хеопса. Вот это, по-моему, это Абусир, Андрей, да? Значит, там имеется замечательный саркофаг, который стоит посмотреть. Вот это вот гранит или такой же твердый материал, как мы привыкли. А вот это вот некий слой, покрывающий этот саркофаг изнутри. Что это такое? Алибастер. Ну, значит, технически образованным людям приходит в голову про конденсатор. Просто первое, что приходит в голову. Я не знаю, что пришло в голову строителям. Но факт тот, что вот это вот какая-то штука, которая позволяет менять, ну, предположим, электрическую емкость этой системы, если она там участвует в каких-то колебаниях. То есть идея про то, что акустика с электричеством как-то связанная, она находит подтверждение. Теперь о настройках. Раз у нас есть какая-то антенна, которая предполагается использовать для цели связи, настраиваться на прием или на передачу сигнала, то, конечно, предполагается, что это происходит на фиксированных частотах, и рупор, он как раз фиксированные частоты выделяет. Это значит, что во всей этой хитрой системе, которая тут предусмотрена, должны быть параметры, которыми можно управлять. В обычной рупорной антенне, которая используется в радиотехнике, настройка используется с помощью штырей и диафрагм. Вот пример какой-то такой штуки, которая используется у них там в радиотехнике. Видите, что это такое? Если я это сейчас увеличу, пага побольше, и закрашу такими разводами, и скажу, что это часть пирамиды, все легко поверят, потому что сам уже сами видели, уже смотрели. То есть это очень похожий элемент. Вот это все делается для того, чтобы волновод обладал нужными свойствами. Что касается, вот, например, видите, вот здесь вот эти пазы, которые сегодня могли видеть там в Великой пирамиде в Хеопсе, и про них говорят, что тут стояли задвижки. Я не знаю, они нашли кто-нибудь задвижки, они существуют. Вот, если предположить, что это были задвижки, во что, в общем, можно поверить? Или еще эти пазы нужны, я не знаю. Но если там можно что-то двигать по ним, то этим прекрасно можно регулировать все, что хочешь, настраивать. И все эти хитрые переходы туда-сюда, они тоже, как бы, вот, в радиотехнике они встречаются, в СВЧ радиотехнике. Ну и вот теперь, если мы посмотрим вот снова на эту картиночку, и вспомним, что рупорные антенны небольшими словами просты, конструктивно, конструктивно, значит, людям нужны простые конструкции. Про простоту сегодня тоже уже говорили. Свеобразная, конечно, простота. Достижение большого усиления требует применения вравнивающих фазу устройств, типа линз или зеркал в раскрыве. Это интересный момент. Значит, вот я, по-моему, тут плохо видно, но если посмотреть, то вот эта вот граница, она какими-то средствами, не знаю, чем ультразвуком, или еще чем, она двита. То есть, то место, на чем стоит пирамида, она имеет выпуклость. Мне это напоминает линзу, я не говорю, что это она. Кроме того, я не знаю, как устроены грунт и кора непосредственно под пирамидой. Вот в книжечке, автором которой является Олег Борисович Хаврушкин, там есть некий интересный вообще книжечка, интересные статьи. Там, значит, есть рисунки моделей такого сорта линз с зеркалами. Если бы можно было посмотреть на грунт под пирамидой, я думаю, что это возможно. Современная сейсмика это позволяет сделать. Правда, нужны взрывы. Тут взрывать не дадут? Ну, может быть, как-нибудь... Значит, интересный вопрос состоит в том, как устроена кора под пирамидой размером с пирамиду. То есть, нам порядка длины волны интересует. Это ясно, что длина волны завязана на пирамидах. Вот. И можно сказать, что уже вот это является такой подходящей штука. А то, что Хефрен, например, построен на скале, тоже о чем-то говорит. Значит, то, что там использовали нижнюю часть скалы, причем в этой части, если вы обратили внимание, народ вырубал ступени. Но кажется, что естественным, что когда ступеньки получается, когда тащишь блоки, складываешь их в пирамидку, как учили. А когда ты берешь гору и в этой горе пропиливаешь эти вот уступчики, это пока еще не очень понятно. На следующем слайде станет понятно. Но факт тот, что неспроста я там поставили. Может быть. Значит, это еще не на следующем, а через следующем. Теперь, что касается вот этих вот загадочных вентиляционных шахт, назначение которых неизвестно. Считается, что они вентиляционные, запускают разных роботов, некоторые доходят до поверхности, некоторые нет. Известно, что если мы строим какое-то устройство, то радиотехническое, то особенно если это волноводное устройство, там нужны разные согласования входов с выходом источников, с рупором. Потому что там все это дрожит, даже в радиотехнике в обычной, а что тем более. И поэтому, чтобы компенсировать возможные рассогласования в настройке частот, бывают нужны дополнительные волноводы. Они выполняют роль функции задержки и, соответственно, фазу сигнала, которая поступает дополнительно, там от отражения или от чего-то еще, убирают. Ну вот, если мы считаем, что пирамида является рупором, это, между прочим, имеет важный смысл. Это означает сразу, что главную роль играет в этом не тело пирамиды, а ее стороны. И вопрос о том, где и до какого места там была гранитная облицовка, с новой стороны возникает. Значит, если предположить, что там была гранитная облицовка сплошная, по стенкам, тогда понятно, что это не просто для красоты, а как раз этой стенке и участвовали в этой игре сейсмикоэлектричеством. Вот. Так вот, значит, таким образом нужно нам связать, если там еще электричество участвует с одременно сейсмикой, то нам бы неплохо связать устройства чувствительные, типа этих камер. Как они там работают, я пока не знаю, но связать их с поверхностью очень было бы интересно, потому что колебания акустические будут поступать не только непосредственно от поверхности, но и от всей толщи. Поэтому тут возникнет всевозможное наложение волн, и от них нужно избавиться, если нужна эта штука, как нейратор там, или излучатель, или приемник, точной частоты. Вот для этого могут быть нужны волноводы. Эти волноводы как раз могут быть этими самыми вентиляционными ходами, то, что считается вентиляционным ходом. Значит, ну вот тут написано сведение из СВЧ-техники о том, что в линиях задержки в качестве электромеханических преобразований применяются обычно пьезоэлектрические преобразователи. Ультразвуковые линии имеют задержку, там, от таких до сихих, используются, в частности, в качестве калибровки расстояний для радиолокационных и радионавигационных устройств. Такой еще один намек промелькнул. Ну, для сейсмических, если я перейду в другой диапазон, ну, значит, будет что-то другое на других частотах. Значит, если считать, что это моделирование, все это технологическое устройство, если предположить, что это вот это то, про что я сейчас говорю, тогда понятно, что нужно моделировать. Вот это вот тот самый коридор испытаний, который там имеется. Вот здесь вот имеется пробочка должна стоять. Вот это вертикальная шахта, про которую каждый раз все оговаривают, что вот в Великой пирамиде единственное, чего нет в коридор испытаний, это вертикальные шахты. Вот, так вот, если это технологическое устройство, то, конечно, самое время отработать узлы основные на модели, прежде чем наваливать эту кучу камней, там, как бы просто и не было навалить. Ну, вот это проделано. Коридоры сделаны короче, но зато углы строго выдержаны, что указывает на роль углов. А роль углов будет важна, если у нас вот это колеблется вот так. Значит, это означает, между прочим, что играют роль колебания всего волновода как целые единицы. Не стеночных колебаний, когда волна идет внутри, длиной связанной с диаметром волновода, а волна связана с длиной волновода. Длина волны. Значит, вертикальный колодец, который является некой загадкой, ну, как я посмотрел сегодня, он оказался несколько уже, чем я надеялся. Но, тем не менее, ничем пока плохим это не стало. Значит, это просто средство доставки сюда, того, что можно доставить. А что? Ну, по-видимому, какие-то элементы типа пробок, те же пьезо-какие-то там устройства, которые позволяют сейсмику создать с электричеством. Между прочим, целые склады этих устройств имеются. Тоже сегодня можно было посмотреть. Обратите внимание, вот эта вот штука представляет собой куб, или там какой-то такой большой предмет типа куба, сделанный из прочного гранита, и они целыми рядами лежат в специально выдолбленных в них нишах, которые находятся в известняке. А зачем? Они там лежат в таком количестве. Причем, как аккуратно они сделаны, если вы посмотрите, подойдете поближе. вот это вот какие штуки, которые видны на краях, такие вот волны типа вот этих, они получатся, если я возьму, слеплю сначала кубик из пластилина, а потом штампом в середину проставлю квадрат. И получатся вот такие вот штуки. Значит, обсуждалась такая гипотеза, связанная, как это называется, не вулканическое литье, а как-то иначе, как каменное литье там что-то, типа доводят до высоких температур эти граниты, потом они снова затвердевают, их штампуют при этом. Ну, это я не знаю. Но факт тот, что вот эти вот непонятно для чего сделаны штуки, неподеланные предметы, для чего это нужно было, так сказать, фараонам и их, повинующимся им рабам в целях там вознесения хвалы Господу, мне совершенно непонятно. Но если это технологическое устройство, то понятно. По крайней мере, я могу в это поверить. Их было много, и их пробовали, где подходит какое. В частности пробовали в коридоре испытаний. В частности пробки мы знаем в Великой пирамиде. Ничто не мешает поискать в других местах. Их там много. А теперь посмотрим немножко дальше на гипотезу волновод рупор. Раз уж они моделировали такое устройство, как узлы, которое только что промелькнуло, то ничто не мешает помоделировать и рупоры. Вот это обычный свящий рупор. А это пирамида джойсера. И пирамида джойсера, она по слухам первая. И она внутренним устройством наиболее напоминает массовую, что означает, что вот этих вот фокусов, связанных с тем, про что я говорю, там не было. А то, что там есть, это было как раз фараонами или их приспешниками проделано в своих религиозных целях. Вот. А этот рупор, вот он такой. А есть другие. Вот это Мидум. А это Дашур. А это Микерин. Вот это вообще весь в граните. И тут таблицовочка какая-то есть. Правда, она не гранитная, но это не важно. То есть, это не то, что не важно, это дополнительное обстоятельство. Вот можно предположить, что это моделирование рупоров. Если ребятам ничего не строить, не стоит там эти камни резать и таскать, ну вот они резали таскали. Причем важно то, что при этом оказывается, что массивные тела пирамид, которые мы думаем, зачем такое масса гигантская, не имеют никакого значения. Им нужно как-то удерживать в фиксированном положении вот эти источники, эти камеры непонятной формы, непонятного назначения. Но если они должны находиться в строгом месте по отношению к рупору, то, конечно, внутренняя должна быть чем-то заполнена. Но у них не было поролона. Вот. Или там чего-то. Ну и наконец о назначении. Значит, я тут говорил сейчас все пока что о конструкции, а теперь что тут можно предположить? Во-первых, можно предположить, что все эти пирамиды представляют собой некие предположения, последовательные шаги, и такой неокр, знаете, неокр и что-то там еще, к реализации некоторого устройства связи. Разные рупоры пробуют, разные узлы моделируют, наконец потихонечку собирают. То одно, то другое, там получится одно, то другое. Существующая точность ориентации по линии север-юг не находит объяснение ни в каком практическом приложении на Земле. На Земле я не вижу, для чего нужны три минуты на сооружении в 200 метров. И современная техника, кстати говоря, не позволяет этого сделать. Можем там выдержать градусы, минуты нет. А египтяне, которые строили пирамиды, они выдерживали там под 10 градусов точность направления. Там 6-8, по-моему, какой-то книжки читал. Фахри, по-моему. Вот, значит, теперь, если мы думаем, я думаю про то, что это какая-то связь и пытаюсь придумать, для чего она нужна. На Земле я не вижу, зачем. Значит, предполагаю, что это можно сделать для связи с какими-то поблизости, поблизости, с каким-то пространством космическим. Если это связь с орбитальной, с орбитальной станцией, то это плохо, потому что спутник движется по орбите, он будет просто мелькать. В общем, факт тот, что если ориентироваться на связь с орбитальными устройствами, не нужна такая точность. Это же неподвижный рупор. Это же не радиотелескоп, который на станине его можно регулировать. Радиотелескоп как он наводит там на звезду, включает, и он автоматически за ней следит. Иначе он не работает. Если он стоит неподвижно, никаких звезд там не разглядишь. Раз, и все ушло. Земля крутится. Таким образом, я хотел сказать, что для связи с орбитальными станциями это не имеет никакого практического применения. То есть, ну, смысла особого. Но тут есть такое дополнительное обстоятельство. Если мы предполагаем, что этот телескоп используется не как технологическое устройство немедленной связи, то есть, мы тут, а не там. И, значит, алло, алло, как слышишь. Значит, тогда нужно предположить, что это маяк. Что это радионагуляционное устройство. Это предположение, оно тогда вот какие имеют дополнительные обстоятельства. У любой вращающейся планеты есть выделенное направление. Если прибывает какой-то аппарат, то для того, чтобы обнаружить, есть на этой планете маяк или нет на этой планете маяка, осматривать всю планету, это безумие. Если этот маяк не работает на всех частотах в разные стороны, что требует гигантской энергии. Это невозможно сделать. Нельзя поставить маяк, который будет светить сразу вовсюда. Это требуется очень большие энергозатраты. А если сделать узкий и тонконаправленный, вот тут хватит любой, ну, не то, что любой, но, в общем, ясно, что энергозатрат очень маленький. У вращающейся планеты есть прекрасное направление. Это ось в ее вращении. Значит, если аппарат прибывает и пытается узнать, есть ли маяк на этой планете, то ему самое время пролететь в направлении оси с севера и с юга. в направлении оси с севера он может получить сигнал, потому что туда сориентированы вот эти самые волны ходы. Можно предположить, что ход, который нисходящий, например, это просто как раз и есть раструбопередающая антенна. Или там могло быть какое-то дополнительное устройство. А источником энергии в этом случае является сейсмический шум, который не нужно ничем запитывать, ничего сжигать, а просто он есть. А рупор только усиливает одну из его компонентов, которые после преобразования излучаются в нужную сторону. Вдобавок, неплохо было, чтобы такой сигнал имел особенности. Эта особенность есть, он поляризован. Таким образом, если мы пребываем на неизвестную планету и думаем, нет ли там маячка, то самое время слетать к ее северному и южному полюсу и поискать сигнал, направленный в узкую сторону. Если такое предположение сделать, тогда понятно, что может быть сделано. Проверка планеты может быть проведена в двух точках, мощность сигнала не нужна, желательная особенность есть. В этом случае требуется точная ориентация по направлению северо-юг. Не сверхточная, конечно, потому что даже любая антенна имеет диаграмму направленности, это тоже, между прочим, узкую. Значит, эта диаграмма будет узкая у нее. Значит, это возвышение, равное географической широте, его обычно интерпретируют как вот какое-то там хитрое специальное. Но тут, мне кажется, нельзя исключать и такое обстоятельство, которое я уже упомянул в начале, что танген с половиной это возможно какое-то удобство при строительстве. Современный кирпич, между прочим, обычный стандартный кирпич имеет как раз такое отношение ширины к длине. И кирпичная кладка, идущая в пол кирпича, будет как раз повторять 26,5 градусов наклона. Ну и вот сигнал в волноводе особенный, он имеет плоскую поляризацию. Теперь дальше, ну вот заключение назначения. Таким образом, считая пирамиду маяком, предназначенную для сообщения о своем существовании, ну, можно предположить, что нужен вот какой-то, ну вот тут все перечислено, нужен рупор, то есть поверхность пирамиды. Какой должен быть этот рупор, выясняется в процессе неокр, принимается шум, усиливается сигнал, наблюдается, неплохим коэффициентом усиления. Энергии запитать не нужно, потому что земля сама там что-то дрожит, и у нее эта энергия просто дрова. Должно быть преобразователь сейсмического сигнала в электрический. Потенциально такое и есть. Теперь сигнал плоскополяризованный в направлении близком к направлению оси вращения. Это объясняет, зачем нужна такая точность и, между прочим, еще одна особенность, которую я не упомянул, это отсутствие усадки. Есть такое понятие усадка, значит, в течение времени любое строительное сооружение должно не наклоняться никуда, ни на сколько. современный стандарт состоит в следующем. За одно столетие на 15 сантиметров вот эта усадка, которая допустима для сооружения в наше время. А у пирамид 4 сантиметра за прошедшее время их существования. Хотя я не знаю, как они это померили. Вот. Тем не менее, значит, надеюсь, все-таки, что некоторые люди отвечают за свои слова. Теперь возможности проверки. Да, кстати, прежде чем придем к возможности проверки, я хочу сказать, что я-то знаю, что можно спросить в отношении этих всех разговоров, что тут далеко не все объяснено, и я знаю, что эта гипотеза не объясняет. Значит, я хочу сказать, что вот это, то, что я тут уже сказал, пока что, не является никаким окончательным ответом. Это просто некий способ рассуждения. То есть, я хочу призвать рассматривать только те гипотезы, не которые объясняют, как может быть, а которые объясняют, как не может быть. Вот. То есть, нужно действовать от противного. Пока мы говорим, что кто там с Орионом мог прилететь, другие говорят, нет Сальдобарана, вот это будет нелепый спор. А когда мы начинаем думать, почему нужна ориентация или почему нужно отсутствие усадки, вот тогда ответ на эти вопросы может сдвинуть нас в направлении, в котором, оно не обязательно правильно, оно, по крайней мере, которое мы сможем понимать. Ну и вот какие возможны способы проверки такого рода гипотез. Например, вот этой. Нужно провести сейсмографические исследования всех этих самых, а также и коридора с одновременно с соответствующими электромагнитными измерениями. Честно говоря, надежды мало. Потому что все это разрушалось, разрушалось, сохранилось ли это, функционирует ли это все хозяйство, у меня особой уверенности нет. Ну, чем черт не шутит. Тем более, что так здорово работает сейсмика. Если при этом еще удастся поймать внезапно между сигналами вот этого, между усилением на этой частоте и на той, вдруг обнаружится корреляция, это было просто сказочно. Теперь, конечно, неплохо бы узнавать про какие-нибудь штуки, связанные вот с чем. Проверялись ударные воздействия. Если можно получить регистрацию ударных воздействий, производимых в окрестностях одной пирамиды, одновременно от нескольких пирамид, это может указывать на то, что эта гипотеза неверна, а между пирамидами есть связь. Об этом тоже можно подумать. Потому что, конечно, очень лихо сказать, что все эти пирамиды были просто попытками сделать хороший рупор. Ну, это смелое предположение, скажем так. Значит, ресурсограф нужно регистрировать, возможно, выше. Я готов приложить свои услуги. А приемная антенна должна находиться как раз напротив нисходящих ходов. То есть, там у нее узкая диаграмма. Поэтому нужно встать как раз там, где выходит наружу. С пирамидами это будет непросто. Потому что, например, вход, скажем, в Хеопса, он находится над гранью. Если удастся туда встать с приемником, это хорошо. Хотя, я не знаю, какие там будут проблемы. Возможно, там будут отражения от этих камней, которые вокруг. Но тут надо поговорить со специалистами. А вот с коридором испытаний там все должно получаться хорошо. Я думаю, что те, кто его строил, проверяли, как работает именно на нем. И он более-менее доступен. Теперь нужно попытаться засечь. Если такой сигнал действительно окажется, конечно же нужно предусмотреть возможность регистрации поляризации. Но это не проблема. И, конечно, интересно было бы посмотреть, не наблюдают ли похожие сигналы спутники, проходящие через точки северного и южного полюсов. Орбиты которых пересекают эти самые полюса. Эти оси, направления осей. Не знаю, как доступиться к такого рода информации. И есть ли она вообще. Но, в принципе, если все это продолжает работать, то это было бы указанием. Нет, такие спутники просто есть. Они записывают информацию, которые получают спутники, это прорва. Все, дело в том, что никто не знает, никто не занимается. Нужно прорву людей, чтобы обработать. Я думаю, нет, мы сами не знаю. Я уверен в том, что сигнал, который мог бы нас заинтересовать, уже существует. Он лежит где-то в хранилищах, он записан. Потому что летали. Ну и вот, как я уже сказал, оснажающим обстоятельствам является то, что, конечно, пирамиды подвергались как разрушению, так и произвольно реставрации. Вот вы могли сегодня видеть, что там есть новоделы, и эти новоделы собираются в соответствии с представлением тех, кто их делает, а не с изначальным представлением. Поэтому может там что-то и нарушится при этом. Ну вот. Спасибо за внимание. Значит, в прошлом году был тут уже такой семинар, я на нем тоже выступал, и по-видимому нужно буквально два слова сказать о том, чем, на чем все это закончилось, потому что, когда я речь стала о втором семинаре, у меня не было другого выхода, кроме как продолжить заниматься тем, чем я занимался в прошлом году, то есть рассказывать дальше, собственно говоря. А дальше-то не было. Вот. Поэтому мне бы хотелось подчеркнуть то, что я считаю основным результатом своего прошлогоднего доклада, и это вот что. Значит, в качестве резюме этот можно вспомнить следующее. Ну вот было подчеркнуто, что это некие артефакты, которые не имеют удовлетворительного объяснения ни в одной из четырех известных версий. Это всем понятно. Но лично мне понятно, что, ну я думаю, что опять-таки, как и большинство здесь присутствующих, что предпочтительно является вот эта версия. Вот. К чему бы она там не вела, какие там к ней дополнительные обстоятельства не были, не подводили бы. Вот. Третий, четвертый пункт. Это вот именно то, что я хотел в прошлом году предъявить внимание людей, которые занимаются пирамидами. О том, что существуют некие принципиальные обстоятельства, налагающие ограничения. То есть, мне вот не нравится идея о том, что бы надо подумать, что бы это могло быть. Эта идея, мне кажется, не очень конструктивной, потому что она сводится в основном к такому возвышенному словопрению. Если кто-нибудь бывал там на семинарах философских, то вот люди-философы, они очень любят такие разные разговоры про то, не очень понятные вещи, расплывчатые. И вот про пирамиды тоже часто в это приходится уходить, потому что, ну всем интересно, у всех возникают идеи, и это очень понятно. Мне это тоже понятно. Но поскольку жизнь коротка, хочется как-нибудь продвинуться на пути разрешения этой загадки, вот мне кажется, правильным, конструктивным идти от противного. То есть, чего не может быть, пытаться найти. А уж когда мы отсечем, все, что не может быть, сосредоточиться на том, что может, вот предложить версии, эти версии потихонечку отрабатывать, ни на пиране, ни на одну из них, ни в коем случае не скатываясь, не скатываясь в ссоры и споры. Это так, нет, это так. Вот это вот, мне кажется, очень неконструктивным. Вот это вот 3 и 4, это вот то, что я хотел перевести в прошлый раз, и то, что я считаю самым главным во всей этой деятельности. Но поскольку, заявив это, конечно, мне следовало предложить что-нибудь и пример того, какой-нибудь гипотеза, которая бы отвечала этим ограничением, этим предложением, я ее и предложил. В прошлый раз, значит, это была идея о том, что это некий аварийный маяк, построенный в результате вот таких вот научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, неизвестный кем. Вопрос о том, кто это делает, я отказываюсь на него, а до обдумывать этот вопрос. А вот то, что имеется под руками, я хочу как раз посмотреть. Значит, обоснованием этой гипотезы является, во-первых, то, что она удовлетворяет ограничением, которое сформулировано в пункте 3. В прошлом году я на этом специально остановился. А руководящие идеи являются давно известны, это не моя идея, и я не претендую совершенно, значит, про то, что это какой-то там приемник, передатчик, устройство связи. Это неоднократно встречалось там во всевозможной литературе, тем более для альтернативной какой-нибудь. Поэтому это вполне нормальная штука. И то, что, лично я вот считаю, что во всей этой деятельности предположил, это именно неокр. И надо сказать, что вот предыдущий доклад мне, во-первых, он очень понравился сам по себе, а во-вторых, человек подошел очень последовательно, грамотно, дал себе труд проделать работу, не просто бросить красивые идеи, а просто реально сел и сделал. Получить такие листочки в руки, большое спасибо. А главное, что он своим докладом и подходом продемонстрировал метод, очень важный метод статистический. Потому что он в рамках этой статистики, когда он просто аккуратно отслеживал циферку, за циферку, за циферку, бах, у него возникла закономерность. То есть, что-то с чего-то началось, продолжалось и чем-то закончилось. Причем по дороге он обнаружил какие-то выпадающие из этого ряда события. Он был покритикован. Ну и хорошо, значит, это можно учесть. То есть, предыдущий доклад мне понравился своими методичностью. Вообще, во всей этой деятельности нужна метода, метод, как угодно. Подальше от идей, поближе к методу. Ну вот, а значит, то, что там у меня прошлый год прозвучало, это то, что пирамиды представляют собой некие рупора. То есть, это устройство передачи, либо приема, а может быть, одновременно и того и другого. Аналогии напрашиваются, потому что имеется рупорная аттенна в радиотехнике, в технике с ВЧ-связи. Там же имеются всевозможные волноводы. Визуально это все похоже. И вот, можно посмотреть, какие они бывают. Значит, это вот, как бы, фактически материал прошлого года. Ну и выводы, которые были сделаны в результате доклада, были такие, что нужно, ну вот, провести всякую сейсмику параллельно с электромагнитной съемкой, потому что, если это рупор, в котором там сейсмические сигналы преобразуются с помощью пьезоэффекта, который в гранитах имеет место, преобразуется электромагнитные сигналы, то, конечно, неплохо бы, пока сейсмика пишет, параллельно с этим включить электромагнитизм, то есть, посмотреть на волны. И поскольку там еще фигурирует некая особенность этого сигнала, который там предполагалось, что излучается, поляризация радиосигнала, то вот и это бы неплохо тоже записать. Ну, хотелось бы там еще какую-то статистическую данную, данные, которые могут иметься. Хотелось бы их, конечно, обработать, но доступиться до них в прошлом году мне казалось, что трудно, и в этом году я не знаю как. Ну, и честно говоря, я не особенно об этом и думал, потому что вот как бы другим немножко занимается. И когда дело дошло до этого года, и осень приблизилась, и стало понятно, что нужно как-то двигаться, я подумал о том, как можно эту версию какими-то фактами поддержать, то есть, какими фактами можно попытаться подтвердить эту версию, что можно проявиться во всем этом. И вот в этом плане, который был только что на предыдущей странице, я подумал, что можно попытаться провести некие электромагнитные измерения с возможностями регистрации, поляризации радиосигнала. Значит, это такая генеральная линия. Помимо генеральной линии в ходе обдумывания этой возможности возникли следующие соображения. Вот сейчас я их и приведу. Значит, план будет такой. Сначала я расскажу немножко про то, какие бывают, какие дополнительные соображения пришли в голову по поводу всевозможных параметров этой пирамиде. Потом обсудим некий физический смысл математических особенностей. Как вы все, конечно, знаете, там есть всякие замечательные математические соотношения между параметрами. Я подумал, что может быть и физика тоже есть. В результате были сформулированы некие руководящие идеи и потом они привели к тому, что я примерно представил, что можно пытаться проверить. Была создана аппаратура и вот буквально сегодня я проводил некие предварительные измерения и в результатах я тоже сегодня скажу. И по ходу дела значит, еще там еще одна мысль в голову пришла, которая тоже сообщу. Ну вот для начала в предыдущем докладе, когда мне на руки попал вот эти буквально раздаточные материалы прямо перед докладом я тут же о них посмотрел, любо-дорого. Я сам на это обратил внимание и мне это очень нравится, что и в книжке, которую, между прочим, Дмитрий мне вот подсунул перед самой поездкой, там просто есть страничка и у меня мне было возможности сделать ксерокопию, то есть этот скан, я бы мог показать это здесь. Спросили, что общего есть в пирамидах? Абсолютно правильный вопрос, стопроцентно правильный. Общее в пирамидах есть нисходящий ход под фиксированным углом. Если мы посмотрим на то, на каких уровнях бывают всевозможные там камеры, они бывают и здесь, и здесь, и здесь. За какую пирамиду не схватись, везде есть вот такой ход под тем самым углом 26 там чем-то градусов. Сколь он далек, куда он там ведет отдельный разговор? Это первый факт. Вот есть еще один. Значит, посмотрим сначала на первый факт. Вот удобно разобраться с пирамидой Хеопса, потому что дальше я немножко скажу про математические вещи в не находящиеся из физики, к ним относящиеся. Смотрите, интересно получается. Вот этот ход, а вот галерея. И это тот же угол, что и этот. Они все там под одни однокомыми углами гуляют. Если снизу пойдет сигнал вертикальный, то после двух отражений он упадет вот на эту штуку перпендикулярно. А этот сигнал после двух отражений упадет на эту штуку перпендикулярно. И когда в прошлом году я говорил про то, что это возможно волноводы, мне приходит в голову, что это способ модуляции сигнала, идущего в волноводе, вот в свете той тех идей, которые тогда предлагались. Перпендикулярное падение, оно ведь неспроста. То есть, уйдешь неспроста, это как бы вот лыков строку. Вот. Но это не все. То есть, выбор углов, выбор углов, которые в пирамидах наблюдаются, он не противоречит вот той гипотезе, которую я, я ее не защищаю, но я ищу аргументы за и против. Проверяем. Вот. Значит, вот это то, что я сказал номер раз, а вот номер два. Когда я первый раз был здесь в 2004 году, вот вместе мы там туда ездили, и когда мы приехали в пирамиду в Завиете, по-моему, Андрей тогда сказал, а, ну вот те же самые 105 на 120. Причем там такая, какой ход, огрызок хода, ведущего в какую-то гигантскую совершенно яму в котлован, который там недоделанная пирамида, незавершенная. Меня тогда прямо укололо. Чуть такое опять 105 на 120. Что 105 на 120? Что это такое? Кому это удобно? Я не понимаю, зачем там 105 на 120, так же, как я не понимаю, зачем наклонный ход по 26 градусов пока что. Но это факт. Он повторяется. Выходим по пирамидам, и то в одной, и то в другой. Мы видим эти несчастные 105 на 120 с разбросами. Следующий докладчик мог бы там навести на это дело хорошую статистику. К сожалению, там у него на 105 наведено, а на 120 нет, я удивился. Высота-то ходов, почему нету? Тоже интересно. Короче говоря, это второй факт, в котором тоже можно что-то пытаться делать. Он в эту дуду, в дуду про волноводы и про необходимость постройки чего-то, связанное с ними. Потому что вот от этого не отмахнуться. Или это надо объяснить. Это значит пока что первое замечание. Теперь дальше поедем. Вот пункт 2 касается физической интерпретации существующих математических особенностей. Все слышали про то, что там есть золотое сечение в этой пирамиде, в Хеопсе. Там отношения по феме, там половине или ширине основания. Значит, давайте посмотрим на это внимательно и посмотрим на что это похоже. Ну вот это золотое сечение число фи, оно является решением вот такого уравнения. Это просто факт математически. Вот. Если я его перепишу в таких обозначениях вместо х, напишу косину, то довольно быстро все это предстанет вот так, вот так. Вот это то мучительно знакомое соотношение, которое характеризует пирамиду Хеопса, которая подчеркивается в массе разных мест. То есть, этот угол, который там 51-50-50 минут, он соответствует тому, что тангенс наклона равен единице на синус наклона. Вот прямая связь с золотым сечением. Про это все и говорят. Это как бы тождественное утверждение. Это тождественное это мы, они взаимно коварен. Вот это в пирамиде имеется. Теперь что мы сделаем? Раз они чему-то равны друг дружке, ну я впишу туда то, чему они равны. Не знаю, чему пока что. Посмотрю, на что это влияет. А есть курс общей физики. В нем известны два таких замечательных явления. Вот про это в школе все слышали, а кто в техническом вузе да про это слышал. Что это такое за событие? Это вот закон преломления света в геометрической оптике. Он состоит в том, что отношение синусов угла падения и преломления равен отношению показателей преломления соответствующих средств. Вот, пожалуйста, здесь пример. Из этой среды, где показатель преломления больше, она оптически более плотная, например, стекло, луч света пытается выйти сюда. И при углах больше некоторого он не может этого сделать. Потому что N2 больше N1. Вот это вот явление называется полное внутреннее отражение, а это характерный угол. Про это вы могли слышать в школе. Вот, значит, если я запишу вот так, как здесь, это вот тот самый угол полного внутреннего отражения, а теперь я возьму обратную величину и получу вот такую, такое соотношение, то, посмотрев там на слайд раньше, мы его тут же увидим вот там внизу. А теперь я посмотрю вот на эту, на вторую его часть. И когда тангенс равен тому же самому числу, то это условие Брюстера, соответствующее тому, что луч падающей на границу раздела двух средств таким образом, что отраженный преломленный луч образует прямой угол, полностью поляризован. В общем, плоскость реализации горизонтально. Итак, я наблюдаю факт, который имеет отражение. Это физические факты. Это уже не математически, не просто золотое число, золотое сечение. Золотое сечение, между прочим, в ряде мест физики встречается. Я с удивлением узнал, когда сам я палец сразу посмотреть, может быть, где-то известно всем давно. Не нашел. Зато нашел другой там интересный пример, который проявление золотого числа в физике. Ну, расскажу в пухаре, что называется. Но это вот, пожалуйста, довольно любопытное обстоятельство. Теперь, давайте-ка мы это нарисуем, как это будет выглядеть для интересующего нас случая. Вот в нашем случае выполняется вот эта величина, и тогда получается вот что. Вот это самая граница раздела двух средств. Красненький луч, он претерпевает полное внутреннее отражение, здесь идет по поверхности, сюда уходит и все. Тиненький луч идет сюда, отражается полностью поляризованным образом, и они лежат на одной прямой. Теперь, если я этот уголок учту, а это есть нечто иного как угол при основании пирамиды, вот что получается. У меня есть вертикальный луч. Вертикальный синий переходит в вертикальный красный. Это вот вертикаль. Значит, то, что идет по этой вертикали снизу, полностью отражается, идет сюда, а наружу ничего не выходит. То, что идет в вертикали сверху, отражается полностью поляризованным образом. Отраженный луч полностью поляризован. Вот. Это интересно, интересный факт. Теперь, во-первых, если предположить, это еще не означает, между прочим, что это относится к пирамиде, и на следующем слайде будет понятно, почему. Но если предположить, что такое обстоятельство к пирамиде имеет отношение, то сразу становится понятным вот известный эффект защитного экрана. Вероятно, многие слышали, что пирамида с орбиты не просвечивается в ЭК-диапазоне. Что странно. Понятно, почему. Потому что это ведь не металл, это обычный материал. Почему им не просвечиваться? Другие просвечиваются, это нет. И тоже, конечно, мистика на это дело наворачивается немедленно. Бог знает, какие технологии, Бог знает, кем сооружены. Но если это имеет место, то просто вертикальные лучи не выходят наружу, потому что имеет место полное внутреннее отражение. Если этот угол он, это еще не факт. Но это вопрос интересный, потому что если это выполняется, то все, тут не о чем тускать, особенно беспокоиться. Понятно, почему это темная дырка, темный колодок, черный квадрат на поверхности Египта из космоса. Вот. Значит, а вот это обстоятельство, между прочим, если вся эта игра вокруг этих углов играет, если все это крутится с этими углами, это допускает проверку. надо прийти на место и проверить, поляризованное ли поле рассеянного излучения. И это не простой, не сложный опыт. Теперь посмотрим, имеет ли это отношение к реальности. Ну, для воздуха N единица, а угол у нас вот такой, и это значит, что мы должны сразу определяем, какой должен быть показатель преломления материала, с которого сделана пирамида. Это 1,24 получается. К сожалению, такого материала не оказалось. Я был уверен, что он есть какой-нибудь там. Я же не знал ничего про это, правда? Вот. И когда я палец в таблице, выяснилось, что у воды самый маленький коэффициент преломления 1,33, а меньше и нет. Печально. Вот. А у известняка, из которого сложены пирамиды, и у гранита, которые тоже там встречаются, у них в зависимости там от сорта, от места происхождения, от конкретной породы, между 1,5 и 1,7 показателей преломления. Хорошо. А для этих-то какие углы полно-нутреннего отражения? 42-43. А я такие углы встречал. Верхняя часть сломанной пирамиды имеет угол 45-43, и красная тоже имеет такой же угол. То есть, эти две пирамиды со своими известняками, из которых они сложены, дают полное внутреннее отражение для лучей, идущих вертикально снизу. Это факт, которого не отмахнешься. Они не единственные, они не Хуфу, не Хеопс, но вот это нельзя, так сказать, не выпускать из вида. Теперь посмотрим, что можно сделать. Если взять угол 42, то там, где он с него получается меньше единицы, и вот этого поляризации, вот этой самой, не получается. То есть, вот этого симпатичного, красивого результата, который только что был предъявлен на предыдущем плакате, с этим значением не выходит. То есть, тут можно получить с известняком полное внутреннее отражение, но поляризации нельзя получить. Я не знаю, надо получать, нужна листом строителей в ней или нет. Но вот этого тоже нельзя сделать. Значит, надо посмотреть, как можно. Оказывается, можно, по крайней мере, современной технологии. Она обладает такими возможностями, то есть, сейчас делают так называемые метаматериалы, то есть, можно создать материал с заданными свойствами, например, с заданным коэффициентом преломления. Летва там, внутрь, решетку, лишь я не знаю, во что, я не знаю, какой-то может быть материал, это может быть и стекло. Но факт то, что туда внутрь вносят какие-то периодические структуры на атомном уровне при создании такого материала и там нужно делать плавкой там в полях каких-нибудь. То есть, есть способы построить материал с заданными средствами. Это возможно. И такое тоже возможно. Меня интересует, а вот если взять настоящий кусок настоящего известняка с пирамидой Хеопса, а вот не новоделы, которые сейчас можно было видеть, что там творится, ужас берет, во что превращают все эти памятники, строители. Значит, если найти такой настоящий материал с пирамидой Хеопса и найти для него эпсилон, относительный показатель, относительный коэффициент электрической тунициальности. Не знаю, вот такие опыты делались, по-моему, это несложно сделать. Я постараюсь отковырять кусочек, может быть, получится. Но тоже не обязательно вообще говоря, потому что есть более простой ход. Вот этот. Если по каким-то причинам меня интересует устроить то и это, я не знаю, нужно ли это. Но если за это взяться, то можно вместо того, чтобы заняться модификацией материала, заняться модификацией поверхности. Проротить ее, например, дифункционную решетку. Поверхность пирамиды напоминает мне дифункционную решетку. Она сейчас, конечно, изрядно покосанная, но тем не менее, были ряды, они были ровные. Соединенным образом. Как выбрали размер? Чем он так приглянулась эта высота ступеней? Я не очень понимаю. Есть одна задача, связанная с тем, что блоки большие, их трудно резать, трудно тащить. Почему они остановились на том, на чем остановились? Были у этого причины или нет? Вот вопрос. И мы наблюдаем схожие ряды там в разных пирамидах. Предположим, это имеет отношение к этой деятельности. Что тогда? Как были выбраны параметры такой решетки? Значит, для решетки известны формулы, так сказать, тоже не секретная информация, а не мистическая. Вот. Ясное дело, что решетка, она дает спектры, положение которых, параметры которых зависят от того, какая длина волны. А у нас, значит, что есть? У нас есть углы падения, у нас есть высота ступеней, и мы интересны. У нас есть вот этот угол, который вот здесь вот тут отразился. Ну, вот этот, вот этот, одно и то же, треугольник. Вот, значит, мы можем прикинуть, что, что чему соответствует. И вот, в частности, 105 на 120, которые у нас тут есть, и размеры ходов, можно предположить, что ширина хода связана с длиной волны. Ну, там можно с половиной длиной, с длиной, там по-всякому, может быть, в волноводах, там можно посмотреть. Самое простое, конечно, длина волны. Если предположить, что 120 длина волны, такая, мы получаем это расстояние, параметры решетки, из которого, с помощью угла наклона пирамиды, находим высоту ступени, так она 74. И это как раз та высота ступени, которая на Хеопсе. Средняя. Конечно, тут все гуляет, все люфты. Ясное дело, что это не предсторезная техника, и не те самые решетки, которые бывают в лабораториях. Ну, совпадение вообще интересное. Вот. То есть, это означает, что не исключено, что они боролись одновременно за внутреннее отражение снизу и за поляризацию сверху. Внутренним отражением снизу мы уже имеем данные, потому что спутники не видят пирамиды внутри внутренности. Значит, осталось померить вот это дело. Ну, вот. В этом как раз наступила мистика. И про нее я тоже расскажу в кулуарах, но все кончилось с тем, что у меня в руках оказались вот такие приборы, которые сегодня некоторые из вас могли видеть. Значит, у меня была идея такая, что в первый же день, который, как выяснилось, он буквально день приезда, то есть сегодня я проведу некий поверх, предварительное измерение, а там в свободный день, поеду на Гизу и там похожу как следует. Надо сделать качественную съемку. То есть то, что я сделал, было сегодня такая, в общем, детский лепет посмотреть на то, как бывает. А на самом деле все это надо делать аккуратно. Так вот, что надо проверить? Собственно, вот и все, что надо проверить. Поляризация полеотраженного сигнала. Она есть или нет? И какая? Это легко сделать. Значит, вот существуют такие вибраторы, которые можно разворачивать там, так или всяк, и смотреть, что будет. У меня был еще один, но вот сегодня с утра там пристала полиция, я вынужден был свернуться на первой же точке, там, хорошо, что ушли целыми невредимыми, что называется. Эти антенны разработал Игорь Смоляр, это мой студент, и очень замечательным образом вот получилось такое сотрудничество. Ну и вот первые результаты, что произошло? Вот где удалось снять измерения. Сначала я пошел, естественно, вот мне помогала Ирина Лескова, к счастью, спасибо большое, потому что с ума сойти с этими антеннами, там, записями, в общем. Сначала пошел коридор испытаний, и там постарался посмотреть, где есть, какие волны есть. Значит, были сняты во всех направлениях лучи так-всяк, туда, потом вертикальная шахта, нет ли там чего, потом вот эти все точки, это точки, где были произведены замеры, эти замеры осуществлялись следующим образом. Я смотрел наличие поляризации в отраженном излучении и их частоты. Частоты нужны для того, чтобы сопоставить их с теми параметрами, которые интересуют, а также с промышленными каналами, и вообще, значит, полезно знать, что это частота. В принципе, можно было бы находить и интенсивности, там надо просто ждать, пока это все, этот прибор установится, но на так скачет. В общем, это при полномерной съемке можно сделать и это. Результат оказался очень удовлетворительным. То есть, вот такое излучение есть, а такого нет, на волнах, которые представляют интерес. То есть, на высоких частотах, там, где телевизор, там, где сота стоит, если видели, там, на подъезде гизи, там есть и то и все. А на маленьких частотах, на больших длинных волнках, связанных вот с теми длинами, которые были на предыдущем слайде, такой поляризации нет, а такая и есть, что соответствует идее о том, что эта штука используется для поляризационного устройства. Зачем, я не знаю. Вот, это тоже факт. Так, вот, значит, здесь приведена таблица всевозможных стандартных частот, телевидение. Здесь присутствует, чтобы можно было посмотреть, что откуда берется. Вот, собственно говоря, можно получить те частоты. Частоты у меня записаны. Я, естественно, ничего не успел сделать, кроме как нарисовать вот картинку, которая брала на предыдущем сразе, сладик отдавала представление о том, где были выполнены измерения. Ну вот, все, что удалось сделать за те часы, которые мы провели там, плюс, зашли еще посмотреть, что будет происходить внутри хуфу. Там есть и та, и другая поляризация. в наклонных ходах и в нисходящем, и в восходящем. Вот, то есть, если это волновод, то он работает по обеим длинам. Ну, позволяет проходить через себя. Была надежда еще на то, что что-нибудь удастся поймать в этих вентиляционных шахтах. У них другие размеры. И, если эти волноводы имеют раскрывые на поверхности пирамиды таким образом, что они позволяют обмениваться энергией снаружи, то есть, передавать или принимать дырки, которые торчат наружу, то тогда можно было бы, если сигнал проходит по волноводу, нужной частоты, его можно было бы поймать там внизу. там, ну, ничего специфического обнаружить не удалось, ничего интересного. вот. И вот то, что тут сказано, вот это уже факты. Сейчас, когда я дополню эти точки набором частот и указанием поляризации, которые там были, это будет факт, с которым трудно спорить. Его надо принимать во внимание при любых анализах. Теперь, в прошлом году звучала такая цифра, значит, говорил я про то, что имелся резонанс, вот в измерениях я принимал участие, с этим, сейсмографом с этим. И там у пирамиды был резонанс в районе 10 Гц. Речь шла о том, что это акустические измерения. Ну, сейсмоакустика, то есть там что-то такое идет, сейсмический шум какой-то, что ловит сейсмограф у них там был очень хороший сейсмограф, который это все ловил. И там было усиление именно этой частоте. Мне пришло в голову, я обузнал тут об одном факте, как раз от своего вот этого студента, пришло в голову, что эти измерения могут быть не теми, то есть мерили мы не то. а интерпретировали не так. Потому что вот существует такой резонанс Шумана. Не знаю, слышали ли вы о нем? Зашумана это такое низкочастотное излучение, которое связано с отражением волн в аноосфере. Вот таким образом. Он имеет частоты как раз такие, как раз такого порядка. Я заглянул там, порылся, нашел у нас в этом самом, в Томске у них есть станция, которая следит за этой частотой. Вот он так гуляет. Видите, он довольно переменно себя ведет, эти частоты, что неудивительно, потому что аноосфера подвижная оболочка. Ну вот он все время тут вот 7 Гц, вот тут 8 Гц, вот он так гуляет. 7-8 Гц. Сейсмограф, который там мы использовали, имел катушку. Под действием сейсмического воздействия катушка колебалась относительно магнита, который там стоял, в ней возбуждалось СДС, сигнал регистрировался. Если этот сигнал приходил в аноосферы, то это будет та же частота без всякой сейсмики. То есть мы могли просто видеть Шумана. То есть таким образом не очень понятно, тот сигнал следует относить к сейсмике или к Шуману. Одновременно удалось понять такую любопытную вещь. Резонанс Шумана имеет ту же частоту, что и альфа-ритмы человеческого мозга. Поэтому, когда начинают говорить про всякие там мистические вещи, как человек там с ума сходит в пирамиде, Наполеон там переменился весь из себя, когда посидел ночь. Теперь понятно, что может происходить. Значит, если эта штуковина настроена на такую частоту, то она попадает в такт с альфа-ритмом. В общем, это упражнение, которое может вполне нанести ущерб психике или, по крайней мере, воздействие на нее. Такое известно медицине. То есть, как бы, наряду с мистическим черным квадратом убрали мистическое воздействие на психику человека, что тоже приятно. Не то, чтобы убрали, по крайней мере, можно предположить, что не все так страшно, а все более-менее рационально. Ну и вот все. Значит, подводя итоги, сейчас, прежде чем все по окончательной только какой. Что дальше? Значит, какие факты установлены, что произошло? В результате вот предшествующих размышлений, там, вот этих вот, и измерений. Во-первых, обнаружились устойчивые закономерности пирамид, именно углы и размеры, которые льют воду на мельницу той персии, которую я предложил. я по-прежнему на ней не настаиваю. Но они и есть, эти факты. Теперь обнаружилась вот эта вот физическая особенность, связанная с золотым свечением, которое превратилось в какие-то простые оптические закономерности, связанные с полным отражением и с поляризацией. И это тоже есть. Это нечего делать. То есть, нечего делать в том смысле, что это надо признать. Но это означает одновременно, что открывается поле деятельности. Вот что можно теперь проверить. По-прежнему остался открытым вопрос о проведении одновременных измерений сейсмических электромагнитных. В плане такое есть. Если я сюда еще попаду, я нашел выход на сейсмограф и можем обойтись без этих ваших деятелей. Я знаю, где его взять. И тогда можно попытаться сделать все одновременно. Но беда, помимо той беды, которая была указана на первом слайде о том, что время разрушает установочку и мы можем там что-нибудь не найти, беда входит вокруг этой пирамиды во большом количестве в беретах и скокардами. Делать им нечего, понимают они ничего и мешают. И от них не избавиться. То, что я делал, то, что сегодня со второй антенны в СТ, которая была на этом столе, я счастливым образом догадался снувить в определенный мешок, вот еще никаких вопросов не возникало. Но это здорово, которая нужна, она на 74 сантиметра, так она, то есть на 100 модели на сколько-то она вот нужных размеров, ее меньше не сделать. Но вот если мы поедем там куда-то в другие места, может быть там будет потише, я естественно посмотрю, что получится. Но когда планировать такого сорта проверки, надо иметь в виду, что никто не настроен поддерживать присутствующих здесь полуофициальных лиц. Ну вот теперь уже все. Спасибо. Сделать он не несет в себе в общем-то ничего особенно нового, как вот в предыдущие разы, я участвовал два раза в этом мероприятии, один раз в 2011 году, другой раз в 2012 году, и каждый раз там какие-то возникали соображения, по поводу которых происходило обсуждение. А в этот раз будет немножко другая тема. И тема эта, хотя естественно не касается пирамиды всего, что с ними связано, она касается двух разговоров с Андреем Скляровым, которые у меня состоялись. Один был непосредственно в 2012 году, после моего доклада и в процессе всех этих наших семинарских дел. А второй был через несколько лет, когда он приезжал к нам в Питер с какой-то своей деятельностью, с лекциями или с чем-то еще, мы встретились там и за чашкой чая провели весь вечер в обсуждениях того, как жить дальше. Значит, вот Андрей, как вы все понимаете, безусловно, великий человек. Вот один из аспектов его величия состоит в том, что он создал то, что сейчас называется лаборатория альтернативной истории, что он собрал людей, которые заинтересованы всем этим, людей, которые заинтересованы этим искренне, то есть не то, что требуют денег от правительства или еще кого-то, а сами их вкладывают. И несмотря на то, что имеется как мощное противодействие, о котором вот Андрей Жуков только что рассказывал, там все от всех все скрывают. Никакие официальные люди, официальные историки не хотят с нами иметь дело. Ну, там, с нами, с вами, в общем, с людьми, с которыми всем этим интересуются. С одной стороны. С другой стороны, несмотря на вот эту мощную оппозицию, во втором докладе мы с полной очевидностью увидели, что этих самых следов завались. Нельзя от них отмахнуться. Но что с ними делать? И вот эти разговоры с Андреем, которые происходили, они были вот о чем, что первоначальный этап деятельности ЛАИ исчерпал себя. То есть мы набрали следов столько, что никто не усомнится в том, что эти самые какие-то непонятные техногенные цивилизации, еще там кто-то боги, не знаю, что они есть, были. Проблема в том, состоит еще, что ведь люди, которые помогли бы получать информацию, с которыми обсуждать эту тематику, то есть официальные историки, они совершенно жестко уперлись в отношении этой темы, хотя ведь ничего криминального мы не сообщаем. Ведь мы не опровергаем историю человеческой цивилизации нашей, которой мы принадлежим, а историю которой проходим по учебникам. Значит, то, что в древности произошло наложение двух цивилизаций, одной более древней, более старой, которая располагала какими-то методами, фантастические результаты демонстрирующие, и теми последователями, которые за ними шли, вот в Египте это были фараоны, например, по которым мы думаем, что это они там, ну, или другие думают, что они все это понастроили. Конфликта нет как такового. И, в общем-то, можно было бы взаимодействовать, но этого не происходит. И таким образом, что же делать дальше-то? Значит, вот теперь, ну, для меня прямо после первого визита в Египет было понятно, что цивилизация эти была, что эти технологии были, что назначение всех этих сооружений техногенное, вот, по той простой причине, что культовое значение, абсолютно непригодный аргумент, потому что это ответ на все вопросы. Вот что ни спроси, я на все скажу, что это культ, и все, я отстойду. И, конечно, так не бывает. Ни в какой цивилизации этого не может быть, ну, не то, что не может быть, ну, трудно представить себе такую. Вот. И вот у нас возник в результате усилий огромного количества людей, как вот более-менее пристально, прицельно этим занимающихся, так и людей-энтузиастов, которые ездят, фотографируют, снимают ленты. Народ стал инструменты с собой таскать, меряют, чего только не меряют. Причем такие приборы таскают, в общем, не во всякой лаборатории найдешь. Я это видел, вот в 19-м году приезжали люди, да и сейчас вот тоже ребята привезли тут кое-чего. вопрос, что теперь со всем этим добром делать? Ну, вот если меня пригласят поехать в Перу, я, конечно, поеду посмотреть на все это. Ну, и что? Вот там Игорь спрашивает, какое ваше мнение, зачем это все нужно быть? Лаборатория. Ну, наверное, да, у меня такое же примерно. Чего мы хотим от этих знаний, которые мы хотим получить? Чего вот лично вы там хотите? Чтобы кто-то сказал, что вам поаплодировал, что вы открыли след ну, лично я, например, совершенно без разницы мне на это смотреть. Следы есть. Чего мы хотим от этой вот всей альтернативной деятельности или вот этих вот техногенных фокусов? Вот в чем дело. Ну, один из возможных ответов такой, чего хотят люди, которые занимаются наукой или искусством? Вот не те, которые за бабки, а те, которые не могут не. Вот чего-то такого. Значит, они не могут не делать то, что делают. Одни там не могут ни теории не изобретать, другие не могут эксперименты не ставить, третьи не могут картины не писать, четвертые симфонии не могут не сочинять. Вот часть этого, ну, не знаю, как сказать, энтузиазма, пассионарности, там разные стермины, часть этого присутствует и в нас. Ну, хорошо? Значит, давайте попробуем эту пассионарность направить в какое-то русло. Раз уж мы все заинтересованы в чем-то, сами не понимаем, о чем. Ну, о чем мы тут делаем? Ахаем. Вот. надо предложить какую-то программу действий. А это не просто сделать, потому что это потребует всегда, не говоря уже про какие-то правительственные мероприятия, это потребует обязательно сил, средств, всего остального. Но у нас есть одна надежда. Помимо вот этого энтузиазма, который мы будем считать, что испытываем, у человека современного есть мозг. Ну, принц так считать, и многие умеют им пользоваться. Давайте именно это и попробуем делать, потому что мало найти след вот этой вот цивилизации, что с ним делать непонятно. А вот неплохо бы найти устройство, которое эти следы оставляло. И в этом смысле Египет прекрасное место, потому что то, что здесь находится, существенно отличается от всего того, что нам показывают. что вот в этом перу и что-то где-то еще. Тут есть и следы. И вам вы прекрасно на них посмотрите в ближайшие дни. Но фишка-то в том, что помимо следов здесь есть некоторое сооружение, на особенности которых я и хочу обратить ваше внимание. Так, как это делается? Да, нажимается. А, точно. Нет, не нажимается. Еще раз. Стрелку дальше. А вот мы стрелку-то. Что-то эти следы не нажимаются. А, спасибо. Ну вот, значит, раз у нас есть какая-никакая способность рассуждать, попробуем ее воспользоваться. И для этого нам нужно структурировать вопрос. Мало сказать там зачем или ух ты. Давайте разобьем проблематику на маленькие вопросы и будем их прослеживать. И тогда у нас появятся конкретные вопросы, на которые можно попробовать ответить. Значит, что вот здесь на этой картинке нарисовано? Вот, давайте кое-что как-то вот наведем порядок. Я хочу вот еще какой пример привести интересный. Психологи делали такой опыт. Значит, человека запускали на гору и требовали, чтобы он за 3 минуты или там за 10 минут запомнил максимальное количество объектов вокруг себя. Так делали с несколькими людьми. А с другой группой контрольной такому человеку давали компас и говорили вот на север, юг, запад и восток какие объекты ты запомнишь? Полтора раза эффективнее. Полтора раза эффективнее, когда имеется структурирование проблемы. Хотя задача была одна и та же, ничего особенного там не было. Вот и здесь, значит, если мы сумеем навести какой-никакой порядок, у нас появится надежда продвинуться. Значит, давайте не будем забывать, что вот надо удержаться оттахания и постараться посмотреть на все спокойно. Значит, странностей три типа проблем. Это, во-первых, то, что мы наблюдаем, во-вторых, как это, черт возьми, сделано, и третье, это, зачем? Они, эти особенности, переплетаются, но и всегда им можно различить. Вот про перуанские камни я ничего не буду сказать, кроме охани. Значит, наблюдаемые странности какие? Ну, вот пирамиды, мне наиболее близки пирамиды, потому что тут как раз-то все можно посмотреть более-менее прямо на месте здесь. Значит, масштаб объектов огромный, точность астрономическая поразительная, совершенно не имеющая никакого земного назначения. Но я к этому еще вернусь. Простота форм. Вот я загляну на следующий слайд. Вот сюда. Нет, не сюда. Вот сюда. Ну, может быть, кто-нибудь был в Индии, я не был, я нашел это в интернете. Значит, обычно говорят так, почему вы принижаете там мастерство человека, скульптора, архитектора, строителя сооружений? Почему какие-то нужны там фантастические деятели, которые тут настроят эти пирамиды? Почему человек-то не может? Ну, смотрите, что человек может. Вот это вот, я забыл название этого места в Индии, в скальном массиве вырублен храм. Вот тут какие-то слоны натуральную личную, все покрыто фигурами, это все скальный материал. И в этом нет никакого совершенно ничего странного. Да, люди постарались, наверное, они убили на это многие годы. В Индии тоже было кому предложить там своим подчиненным заняться делом. Но они-то справились, с этим сделали. Это вполне человеческая, постижимая вещь. Ну да, я, конечно, сам никогда не смогу еще подобного не сделать, не спорентировать, не заставить. Но верю в то, что такие были. А вот это что такое? Вот это вот все эти красоты, ну, индусские всякие храмы со всеми этими прибамбасами, многих интересующими, все видели, по крайней мере, картинки. Очень даже человечески понятная вещь. А это что? Раз. Нет, ну, конечно, да, это Гиза. Это Гиза. Я просто к тому, что какого черта вот это вот какие-то пирамиды четырехугольные? Почему четырехугольные? Почему какая-то пирамида тут? Почему не куб? То есть, какая-то простая форма, которая может быть описана простым образом, она может ответить на вопрос. Это нет. Это просто красота. Ну, там, конечно, у них были свои какие-то легенды, мифы, религии, там все на свете. Но тут вопроса не задашь, а задашь ответа не найдешь. Там надо знать все эти веды там, или махабхараты, или бог знает что еще. Тут ничего особенно знать не надо. Что за прямоугольник? Структуры. А? Структуры. Структуры, да. Какие-то структуры. Они измеримы. И как я только что сказал, сейчас я быстренько вернусь к этому всему счету. Как это все работает? Вот. Низьки все нашел. Вот. Значит, вот есть какие-то простота форм. Потом их несколько рядом поставлены, непонятно зачем. Если уж храм, то храм. А что тут клепить-то было? Три штуки. Не агизин. Вот. Потом, значит, здесь пошли технологические вещи. Обработка камня непонятно какая. Только что видели перуанские примеры. Как они это делали? Точность построения уже не астрономическая, а технологическая. Ну, вот, наверное, вы знаете, что ходы в пирамидах, ну, там кто-то сегодня, наверное, спускался в красную. Отклонение хода пирамиды от прямой 5 сантиметров на 50 метров. Вот, понимаете, зачем это нужно? А ведь это очень простой факт. Это не завитушки. Это не завитушки. Это проверяемо. И это имеет место. Теперь дальше. Значит, транспортировка. Ну, не знаю, как они вытащили эти камни. Это ужас. Сборка, организация работ. Вот это почему-то выпускают из внимания, хотя я с самого начала подчеркиваю это обстоятельство. Значит, находятся люди, которые демонстрируют, как они сверлят или пилят все эти предметы, там, граниты, известняки, бронзовыми пилами, там, успешно говорят, ага, вот там люди все это сделали. Я посмотрю, как они это сделают промышленных масштабов. Вот недавний ролик, который мы с друзьями обсуждали по дороге, что там 5 сантиметров они просверлили этим бронзовым сверлом, что-то показывает, чтобы насверлить дырки, которые мы там видим на гильзе, например, на той же, полторы тонны, или сколько там тонны этой меди? Полторы тонны меди. Ну, вот откуда они взяли полторы тонны бронзы? На сверлах. Никаких следов этой бронзы нету. Сто раз брали всякие образцы в надежде около распилов найти следы там окислов, металлов, что-то еще. Нету? Организация работ. Когда сооружаются вот такие вот вещи, вот индийский храм, там у каждого будет свой участок, каждый будет долбить. Один хобот, другой там бивень, третий еще что-нибудь. Эти тащили камни, чтобы сложить их в пирамиду. Ну, давайте попробуем потащить камни, чтобы сложить в пирамиду. Слава того, что это будет тяжело одному там один камень тащить, мы же все будем толкаться. Никакие сроки, вот Сергей Сергеевич на недавнем семинаре делал оценку работы, в физическом смысле работы, там, силы на перемещение, которые необходимо затратить, чтобы сложить эти пирамиды за указанный промежуток времени, там, порядка 20 лет. Ну, получилась разумная оценка. К моему удивлению, там, то, что у него получилось, это как бы вот показывает, что такое могло быть. Ну, наверное, это теоретически могло быть. Да, эта работа в этих джоулях, она, наверное, могла быть произведена за указанный промежуток времени. Как она была произведена, если все это были люди, которые тащили свои камни одновременно вот сюда? Как они там вмешались со своими канатами? Организация работы, еще важная штука, я уже приводил этот пример раньше, что попытка повторить построение пирамиды современными средствами, то есть, современные средства стали в том, что напилили кубиков, а дальше люди взяли, значит, руками таскать. Это все остановилось быстро, потому что они стали мешать друг другу. А если по очереди все делать, так время сильно затягивается. Ну вот, теперь, значит, есть вот всевозможные математические параметры там заложены. Мало того, что мы можем измерять пирамиды и какие-то у них параметры определять, которые им присущи, там, длины, высоты, там, все на свете. Есть там фокусы, которые связаны, там, с золотым свечением, там, с числом Пи. Это очень неплохо, это хорошо для нас, потому что говорит о том, что люди о них имели представление. Непонятно, зачем они это делали. Я переделку еще тоже скажу, но тем не менее, вот это важный момент. Это важный момент, потому что мы собираемся применять логические рассуждения, там, математические, физические, какие угодно, для того, чтобы пытаться понять, что происходит. Вот, ответа на вопрос, как ваше мнение, как вы там, как вы думали, они там вырезали эти штуки? Да черт узнает как. А вот, ответить на вопрос, какой нужно именно размера инструмента или какую характеристику твердости должно иметь резец, мы можем запросто определить пользуясь тем, что у нас под носом. это вот еще мистику какую-то навели на пирамиды, египетские это очень любят, причем мистика вся негативная, там, на религию с ума сходят, помирают, там все на свете. Вот, значит, это то, что касается особенностей. Ну, и вот эти версии, кто это сделал, значит, не буду на них останавливаться. Зачем культово-технологическое? Культовое, я не отказываюсь рассматривать, по указанным соображениям. Вот, теперь есть еще проблема пирамид, которая связана с тем, что как организовать проблему этого решения, которым я вот тут пассионарно рассуждаю. Всем же хочется, все же хотят что-то найти, решить, узнать. И вот сегодня Дмитрий Геннадьевич на автобусе призывал, обращал ваше внимание, что дьявол сидит в деталях, давайте мы посмотрим внимательно. Он абсолютно прав. Конечно, найти бы такую деталь, было бы здорово. Но если мы собираемся рассматривать комплекс, который имеется у нас на гизе, например, на гизе просто удобно, можно на другое место взять. Красный ничем не хуже. Вот. А то тут мы должны при выдвижении версий обеспечить следующее. Мы должны ясно различать между, тут вообще-то написано фантастика. Вот. Между фантастикой, между утверждением так может быть и между утверждением так не может не быть. Это важный момент, потому что фантастическое это первое, что приходит в голову широкой публике из разных мест, приходящих в основном там из более-менее гуманитарной сферы. Там у них там есть и всякие силы, и биоэнергии, и полеты на Орион, что-то нет. Вот. Вопрос, это соответствует наблюдению? Ответ нет. Только по желаниям. Значит, теперь, так может быть. Можно придумать, зачем то или иное обстоятельство, которое мы наблюдаем на плато, там или в другом месте, можно придумать, для чего его можно применить. Но это не будет значить, то есть, этого недостаточно. Анализируя то, что происходит, мы должны объяснить не почему такое может быть, а почему не может быть не такого. Вот тогда мы обрежем совершенно жестко то, что не подходит. И не будем размениваться на фантастику по поводу того, к чему это можно приспособить. Значит, вот эти вот три подхода, которые должны все время проверяться по этим трем пунктам. Во-первых, мы должны увидеть то, что ваше предложение, ваша гипотеза, ваш метод решения проблемы пирамид соответствует наблюдениям. Не просто по желаниям, а наблюдениям. Я вот никогда не наблюдал, чтобы через какую-нибудь пирамиду кто-нибудь куда-нибудь эвакуировался на Сирию. Поэтому что тут обсуждать? Служат цели. Какой цели? Значит, ну вот технологические цели мы можем придумать. А вот теперь раз он служит цели, мы можем проверку устроить. И в любом научном, и в любом инженерно-техническом случае мы всегда сталкиваемся с необходимостью проверки и никогда не может быть иначе. Одно дело, все эти разговоры хорошие про то, как вот эти нехорошие ребята запрещают нам все искать, открывать. А другое дело, когда мы без их всякой помощи или даже невзирая на их противодействие сами своей головой что-то можем понять. но только иногда мы можем быть уверены в том, что двигаемся правильно, если это проверяемо. Вот, дальше. Значит, ну вот тут в этом слайде приведены некие примеры того, что мы знаем и тому, то, что нам возражают люди, которые не готовы обсуждать альтернативные варианты или искать там какие-то высокоразитные цивилизации. вот по технологии это легко проверить, легко легче всего проверить, поэтому народ по все проверяет. Обработка камня, вот говорят там про ручное пиление, сверление и шлифовку. И очень обидительно говорят, причем есть такие борцы с лженаукой, они там выступают, я сам не раз видел всякие видео на эту тему, вот, ну конечно они занимаются борьбой, а не исследованием. Значит, во-первых, масштаб работ на вот этом всем не проходит, потому что организация должна быть такой, какую мы даже представить себе не можем. Во-вторых, вот на опыте при пилении и сверлении получается У-образный профиль вместо наблюдаемого В-образного, а это очень важно, потому что твердость материалов, которые используются, это броза, если иметь в виду фараонов, это значит нужен абразив. Если есть абразив, никакого В не получится, мы протрем вот такую канавку материалом, и все, и при этом еще расходоваться будет металл. АВ мы просто вчера видели, вот в нашей компании, эти все штучки, они существуют. Никакая твердость современных резцов не позволяет так делать. Мало того, что вот есть вот эта пластилиновая технология, про которую рассказывал Гриб только что, есть еще вот эта технология, связанная с тем, что мы по граниту провозим риски, черточки, каких провести нельзя, гранит крошится вообще. А это есть. поэтому то, что там они пилят и сверлят, ну, молодцы, здорово, вообще-то. Но это не объясняет того, что мы наблюдаем. Что тут еще? Большие площади. Ну, вот, пойдете на гинзу. Прекрасный момент. Значит, они там наложили кучу этих блоков гранитных. тут можно последить, посмотреть, увидеть всякие почти там полигональную укладку и там какие-то светушки. И вдруг вот это вот все хлоп и вот так вот как вот этим самым мастерком или как это называется что-то неважно. В общем, какой-то такой блямбой технологической раз раскатали поверхность когда все было уже сложено. Вот здесь по странам этого нет. Лежат камни ровно выложены в ряд. А потом они взяли и протерли вот такую штуку. ну вот пусть мне это покажут как это решает современный человек с помощью примитивных средств. Теперь значит большие площади обрабатываются вот макерине в меддуме потом изогнутые поверхности которые делаются точно с той же легкостью. Это не тот пластилин который там деформируется который только что вы видели а это прорезано это прорезано по изогнутой траектории мы так не можем то есть для этого нужен реальный комбайн и не всякий подойдет шлифовка ну вообще честно говоря шлифовка этот вопрос спорный потому что саркофаги которые отшлифованы зеркального блеска они там могли быть созданы в более позднее время но например в Сакаре где есть вот этот серапиум там найдете саркофаги и кто колеблется нельзя пропустить перестаньте это делать надо обязательно посетить серапиум посмотреть на то что стоит чтобы отшлифовать мы должны иметь шлифовальное устройство с зернистостью меньше размера с шлифовкой иначе никакого зеркала не получится ну чем они шлифовали кроме песка ничего нет песка завались другого ничего нет транспортировка ну вот все эти волокуши пандусы полиспасты тут я видел недавно фильм какой-то француз там с гордостью расписывает о том как он придумал что через большую галерею там был поставлен полиспаст по которой они поднимали блоки может так и было в соседней пирамиде никакого никакого нету никакой большой галереи вот теперь значит транспортировка ну опять же масштаб полигональная кладка почему нет объяснений это вот то что объяснение есть но не прокатывает а вот объяснение например организации работ нет непонятно чем они обеспечили точность направления на колодных ходов потому что веревочкой это не провесишь и непонятно обеспечение точности наклонных плоскостей вот в Мейдуме есть пирамида такая там как баскетбольные поля у нее грани они наклонные они наклонные они идеально плоские для строителя эта задача очень непростая сделать наклонную плоскую поверхность как они с этим справились мы не знаем как мы не знаем это я все к чему говорю значит что это конечно лыков строку тому что только что звучало по поводу следов это я все про следы еще говорю до остального дойдем сейчас вот значит все эти другие особенности которые можно указать это вот какие точность астрономических привязок значит у Хеопса 3 минуты дуги это значит на 200 метрах стороны этой пирамиды смещение от направления на географический север 10 сантиметров и вот я интересуюсь двумя аспектами значит первый такой как они этого достигли значит для того чтобы взять такую трубу изготовить и визер взять или ниточку прицелиться что за ниточка волос волос закроет 10 сантиметров очень здорово во что они целились полярную звезду предположим закроет звезду как была обеспечена эта точность ну черт с ними они наверное сумели раз они это сделали зачем на земле нет такой задачи если это святое там какое-то соображение что там окнами на север нужно им стоять там или входом куда-то там 10-15 градусов никто и не шелохнется и не заметит на Гизе великие пирамиды там в пределах одного градуса по-моему а Хеопс 3 минуты минуты вот ну вот значит тут отсутствует просто отсутствует есть одна единственная гипотеза которую мы сейчас обладаем я напомню ее масштаб сооружений это культ конечно они хотели там прославить своих богов наличие нескольких пирамид пограниченной территории культ грани всегда 4 не знаю почему я вот не встречал никаких указаний на число грани почему 4 ну допускаю что их 4 там 4 страны света там еще какая-нибудь такая ерунда вот простота форм сказал форму ходов непонятно параметр ходов вот прекрасный момент если уж мы говорим про то что мы собираемся анализировать особенности то мы должны смотреть за лучшим за соотношениями и за абсолютными значениями просто ничего другого мы не можем мерить я смотрю что эти ходы ползали сегодня в красную здорово удобный ход правда вот этот наклоны что вниз что вверх красота идти это 105 на 120 и во всех пирамидах так почему их покойникам необходимо было просачиваться именно через это я не знаю более того это ключевой вопрос потому что если мы придумаем техническое назначение этой пирамиды нужно будет объяснить почему 105 на 120 потому что делали это люди и конечно если можно сделать удобно а делалось неудобно значит у этого было двух смыслов долгожитель такой-то был теперь равенство сторон стороны бешено равные тоже с точностью каких-то по-моему 30 сантиметров по 200 метров непонятно зачем значит дальше что ну вот математические параметры которые там входят золотое сечение какие объяснения ну в желтом я тут пометил то что предлагают в ответ на вопрос углы грани это золотое сечение мне говорят ну не мне людям любопытно говорят это вот архитектура со времен Витруеве люди знали золотое сечение они стремились гармоническим пропорциям своих сооружений до черта с два конечно кое-что было но не все того же Витруеве клонения золотого сечения заметные все это примерно работает но не точно а здесь точно это указывает на то что у этого есть смысл честно говоря я тут упавлю потому что точно работает только у Хеопса а у остальных приближенного ну есть такой момент значит углу наглона ходов не знаем почему мистика негативная ну вот про мистику тоже скажу так вот значит тут я как раз и написал то что касалось сколько я там сильно задержался уже нет еще много времени ну хорошо ну отлично значит вот в чем состоит развитие деятельности лаборатории ведь очень удачный название лаборатория альтернативная история лаборатория что такое лаборатория это же не склад куда приносят факты конечно там и склад должен быть при ней мы нашли след давайте заложим в наш складик в этот но в лаборатории делают опыты а опыты делают между прочим не так что давайте мы там тряпку намочим давайте мы там пятно поставим цветное А опыты всегда преследуют какую-то цель и имеют конкретный вопрос, для того, чтобы ответ можно было использовать. Не обо что. И вот этого-то у нас до сих пор и не хватает. А люди, которые могли бы это делать, они существуют, потому что я, честно говоря, не знаю профессиональный состав присутствующих. Я надеюсь, что тут кроме таких пламенных людей с гуманитарными взглядами есть еще и такие жесткие технологии, которые не прочь поспорить и позаниматься вопросами сухими, скучными и противными, потому что именно ими и надо заниматься. Значит, таким образом, когда мы занимаемся тем, чем занимается, для того, чтобы организовать эту работу лаборатории на следующем этапе, вот это результат обсуждения с Андреем, вот каким мы пришли к развлению только благим намерением, благим пожеланием, потому что мы оба тогда, а я и сейчас, понимаем сложность того, что предстоит, нужно бы сделать. Значит, вот в рамках нашей этой самой ЛАИ все то, что мы тут намериваем, и все то, что люди охотно приезжают мерить сами, не знают зачем. А давайте мы измерим длину блока, а давайте мы сосчитаем его массу. Вот такой черт они это делают. Но мне не самому хочется, честно говоря. Так и тянет что-нибудь измерить. Давайте измерим, давайте мы запишем, давайте мы создадим какое-нибудь простое хранилище. Я не знаю, но, наверное, умельцы, они создадут какую-нибудь там, не знаю, базу данных, или как это все устраивается в интернете там или виртуальным образом. Можно по-простому сделать. Просто продумать структуру. Эту структуру продумает любой разумный человек. Даже я смог. Значит, распределиться там по странам, по объектам, по характеристикам. Все, что мы там намерим, давайте мы туда сложим. Потому что у нас нет доказательной базы, как вот говорит Андрей. Когда мы что-то объявляем, какими пользуемся мы цифрами. Петри померил. Петри. Такой был детка, который там в начале 20 века тут все расковырял. Но мы сами-то мерим ничуть не хуже. Он сегодня лазером там каким-то мерил, с точностью до сантиметра. И мы будем знать, на кого сослаться. И люди, которые эти измерения выполнили, если вдруг они в дальнейшем попадут в разработки, они будут знать, что они принесли, вот они сделали кусочек дела, которому они им интересуют. Это важный момент. Что значит, что я там не впустую прошел, померил все. А где-то это пока лежит до поры. Это общедоступно. Все знают, где взять. И хорошо. Значит, вот те измерения, те фотографии само собой, пусть они там будут, они и есть. Там вот только добро хватает. А вот таких нет. Таких вещей нет. Надо бы сделать. Теперь, значит, вот необходимо подтянуть к тому, что происходит, людей, которые понимают кое-что в естествознании и в технике. В этих науках есть свои принципы. Они состоят в следующем. Что вот все, что мы можем узнать про наше подозрительное, на технологические устройства сооружения, все, что мы можем узнать, это их параметры. Эти параметры в своей совокупности должны обеспечивать либо какой-то минимум, либо какой-то максимум, либо какой-то оптимум, либо какое-то сопряжение. Иначе они тут не получатся. Они не случайны. И вот за этим надо следить. И на каждом шаге рассуждений проверять, это обеспечивает что-то такое или не обеспечивает. А если нет, то что будет обеспечивать. И тогда почему у нас есть это, а нет того. И этим должны заниматься люди, которые реально с этим сталкиваются. Хоть инженера, хоть какие-нибудь там, не знаю, физики, биологи. Биологи, кстати, даже вполне себе пригодные люди. Они знают про эволюцию. Эволюция очень структурная вещь. Там можно с ней не соглашаться, но тем не менее, там идей хватает, которые можно использовать. Ну и главное, конечно, во всех этих теориях, которые мы можем тут строить и начать проверять, мы должны обязательно учесть особенности и повторяемости. И за этим надо следить. Следить даже людям, которые не собираются в этим вкладываться сильно. А вот если вы замечаете что-то повторяющийся элемент, ну, отметьте это в своем рапорте, я не знаю, докладе, сообщении. Я нашел что-то, что напоминает вот то-то. И пусть это будет известно людям вот в излахи. Потому что это может пригодиться. Надо к этому ответить серьезно. Дальше поехали, значит. Вот, к любой гипотезе, которая может быть выдвинута, нужно предложить... Ну, я сейчас опять касаюсь только пирамид. Нужно предложить некоторые критические вопросы, которые касаются именно особенностей и повторяемости. На что должна отвечать гипотеза? Она должна указать, зачем нужна эта астрономическая ориентация. Ну, применение Хеопса, например. Ну, здешние пирамиды, они тоже очень-очень хорошая точность. До градусов. На север. Зачем нужна точная применение сходов? Никому она не полезна. Почему угол вот такой? Почему сечение вот такое? На этот счет есть два соображения. Я не помню, написано ли это у меня дальше, но я могу прямо так сказать. Значит, во-первых, угол 26,5 градусов – это угол, тангенс которого равен половине. Это значит, что это такой кирпич, прямоугольник, у которого длинная сторона в два раза больше короткой. Его диагональ будет соответствовать углу 26,5 градусов. Возможно, это годится для технологических соображений. Я вас умоляю, какие технологические соображения, когда они волочат эти блоки миллионами? Зачем обеспечивать эти несчастные один к двум? На каком месте это нужно? Поэтому я думаю, что это не лучший выбор ответа. С другой стороны, 26,5 – это половина от угла, связанного с золотым сечением. Это золотое сечение, но преследует. Я далек от мистики. Никакой мистики я в нем не вижу, но зато я вижу его в природе и в технике. Вот, поэтому, может быть, этот 26 оттуда произрастает. Теперь нам есть гранитные пробки и вставки. Вот зачем они там. Идешь по ходу, сплошной известняк, и вдруг кольцо из гранита. Раз. И дальше пошел известняк. Это и есть. И в гипотезе, которую кто-то из вас предложит, или из нас, это обстоятельство должно найтись объяснение. Ну и, конечно, масштаб сооружения. Вот, видите, есть коридор испытаний. Будете найти, посмотрите. Это вот кусок пирамиды Хеопса торчит. Это восточная сторона. Видно его плохо. Там все закрыто. Значит, здесь закрыто решетками, здесь закрыто решетками. Тут помойка, как обычно. Не знаю, да, мне не удалось там побывать в глубине. Ну, я пытался заходить туда. Значит, это структура, которая в точности повторяет этот логичный узел прямо в пирамиде. Ну, я-то считаю, что это железное доказательство того, что там все неспроста. Что это устройство. И это не след техногенной цивилизации. Это устройство. И его пробовали. Посмотреть, хорошо ли оно будет работать. Годятся ли параметры. Зачем это все было нужно? Вот нашли разваленные автомобили. Какие-то дохлые торчат во все стороны. Там, похлопные трубы ржавые. Там, движок переломанный. Вентилятор валяется. Трубки какие-то. Как все это работало? Вот это вот и есть наша задача. Ну, вот. Значит, после всех этих пламенных речей я в качестве иллюстрации не для того, чтобы поставить для себя в пример, а после того, чтобы понимали, о чем я говорю. Ну, это все было. Это, так сказать, старый материал. В качестве иллюстрации расскажу вот про собственное продвижение в этом направлении, которое касается гипотеза аварийного маяка и гипотеза связанная с золотым сечением, в связи с чем я делал там измерения в 19-м году. Значит, вот гипотеза аварийный маяк и вот ответы на вопросы чего не может не быть, что может требоваться и что является фантазией. В соответствии с той структурой, которая там была. Значит, в чем состоит гипотеза аварийного маяка? Значит, считается, что в ее рамках, что пирамиды являются такими устройствами для подачи, например, радиосигнала, источником энергии являются сейсмические шумы, исходящие в толщи Земли, как известно, гиза находится на геологическом разломе, где шум постоянно ровнеется и мы его просто измеряли с 2004 года. Значит, источник энергии у нас есть, вопрос только в том, что как ее извлечь. Ответ на это и тоже есть. В результате измерения удалось понять, что пирамиды являются своеобразными детекторами, то есть они настроены на определенные частоты. Этих частот несколько. Одна из них порядка 8-10 Гц. показывает 10-ти кратное превышение чувствительности, то есть показания предбора над уровнем шума. Значит, пирамида таким образом какие-то частоты может воспринимать и сейсмики и дальше с ним что-то делать. Вот источник энергии. Теперь преобразование, если мы говорим о термогнитных волнах, это, конечно, здорово натянуто. Если у нас сейсмика или акустика, для того, чтобы превратить это в электричество, в электромагнетизм, нам нужно, можно воспользоваться пьезоэффектом. Это надежда на то, что вот эти гранитные кольца или пробки, которые там тоже есть, пробка из гранитов стоит в этом самом, заклинивает ход напрочь. Гранитная. Все остальное из лесняка это гранит. Вот почему? И, между прочим, что вот в этой, вот это, между прочим, опять этот самый кредоиспытание, тут показана его схема, пробочка там тоже стояла. И этих пробочек целый склад имеется. Целый склад имеется около хефрена. Они там лежат в аккуратных ячеечках. Что-то ждут. Вот. тут я не могу на этом настаивать, потому что сам не очень верю. Ну, по крайней мере, если уж думать об этом, то нужно, как-то нужно преобразоваться в электромагнитную энергию. Вот. Значит, стенки должны быть еще проводящими. Ну, почему они там могут быть проводящими? Или хватит ли там диэлектрических вот этих фокусов, которые там при прохождении какой-нибудь акустической и состмической волны по этим, не знаю. Это сомнительное место. Так вот, теперь, значит, пирамиды являются рупорной антенной. В каком смысле? Вот тут она рисована боком. у нас стоит вот так. Значит, вот это сам рупор. Вот это устройство, которое связано с каким-то ходами, камерами, камерами царя, царицы подземной камеры. Энергия идет оттуда, снизу поступает, сейсмика. Тут происходит ее переобразование и модуляция с помощью вот этих камер. Пока что это все может быть. Не обязательно не может не быть. Это пока что, так сказать, рассуждение. Вот. Но, тем не менее, она есть, эта антенна. И в технике, в нашей технике, это в добра навалов. Они прекрасно используются и хорошо себя показали, надежные, широкополосные, там все с ними хорошо. Вот. Значит, на кой же черт это все нужно-то? А почему это аварийный маяк? Ну, предположение состоит в том, что направление на север нужно для того, чтобы подать направленный радиосигнал в фиксированном направлении, где он может быть воспринят. Потому что подавать сигнал в пространстве нужна огромная энергия. Его никогда не поймаешь. Если просто вверх смотрит антенна, у нее же из игровой направленности, мощность будет никакая, никакущая. Если мы сделаем очень остро направленную антенну, то те люди, которые могли бы знать, что там надо посмотреть, его сигнал поймают. У вращающегося тела есть две точки, которые являются характерными. это выходы оси вращения, полюса. Значит, если мы направляем антенну, которая передает сигнал в направлении оси вращения, то это значит, что люди, которые могли бы предположить, что там на Земле и какой-то передатчик есть, им достаточно посмотреть с двух мест, с севера и с юга. Не надо летать по всей Земле, шарить там, есть ли приемный передатчик или нет. И вот это как раз, это единственная теория, о которой мне известно, которая объясняет астрономическую точность. К сожалению, я сам не знаю и больше сам ничего не смог выдавать. Зачем нужна эта точность? Аварийный маяк, потому что, значит, ну, конечно, нелепо все это делать в виде вот такой пирамиды. Возьми хорошую, нормальную, там, замечательную антенну и посылай свой сигнал. Наверное, я их не было материалом для этого. У тех там, загадочных зеленых человечков, кто там все это строил. Наверное, им нужно было придать сигнал. А материалов для этого не было. Были технологии каменные, не было каких-то других. Все фантастика. Пока что. Но эта фантастика, она работа нет. Есть строители из высокоразвитой цивилизации. И для того, чтобы все это построить, им потребовалось попробовать несколько раз. Вот эти несколько пирамид, которые мы знаем, это все научно-исследовательские и конструкторские работы. Попробовали раз, попробовали два. Мы можем заметить похожие вещи. Система камер. Система камер такая, система камер сикая. Она везде одинаковая. Спасибо. Мы встречаемся в пирамидах постоянно. Системы настройки, которые работают в освещении радиотехники, они присутствуют просто на месте. Пирамиды. Вот есть, вот, например, это называется, как это? Это предкамера. Предкамера, это предкамера. Как это называется, где ходят эти? В общем, это какие-то позы, по которым что-то может ходить. Если вставить туда, перегородку, то она по этим пазам пойдет. Я забыл, как называется слово, оно известно. Значит, в радиотехнике это оно, конечно, оно. Но в пирамидах это считается, что... Нет, есть какой-то порт-кулисы, порт-кулисы какие-то. Да, вот это вот оно и есть. Вот порт-кулисы считалось, что это нужно для того, чтобы закрыть камеру царя от возможного проникновения. Ну, да, возможно, нормально. Если мы смотрим на дело с радиотехнической точки зрения, вот здесь мы прекрасно будем регулировать положением этой самой передвижной штуки ту длину волны, на которой мы настраиваемся. И такие фокусы, они у наших устройствах существуют. И именно так и работают. Ну вот, значит, таким образом, что может требоваться для реализации этой деятельности? Ну вот, эти самые неокры могут требоваться, вот это самое кривер испытаний. Может и не требоваться? Это такая слабая позиция. Что фантазия? Строители. Какие есть возможности проверки? Вот, меня тут буквально Артем, по-моему, сегодня меня спрашивал, какой бы я сделал эксперимент. Вот я бы еще тогда хотел такой эксперимент сделать. Значит, нужно поставить приемник электромагнитного сигнала напротив выхода из пирамиды. Поставить его в нужном месте, прямо напротив, в сторонке немножко. Поставить сейсмограф. И посмотреть на согласование электромагнитного сигнала и сейсмического. С учетом того, какую частоту выделяет пирамида из спектра, который подается снизу. Если бы там нашли совпадение, это было бы хорошим признаком. Чего не объясняет эта гипотеза? Она не объясняет ни прямолинейности ходов, потому что волновод гонит без всякой такой прямолинейности. Ни специальных углов и сечения 26 градусов, ни сечения она не объясняет. Ну, много чего не объясняет. Главное достоинство, что вот это вот нашлось для чего. Потому что не придумать реально. Ну, вот. Ну, еще. Вот такая, например, гипотеза. Теперь, как с ней биться, бороться-то? Вот, например, сделать такой опыт. Значит, к 19-му году, когда был второй семинар, я думал все время вот в этой стороне, с самого начала, в таком духе раздумывал на эти темы. Значит, пришла мысль о том, что надо это золотое сечение там подергать, посмотреть, нельзя из него что-нибудь выковырять. Значит, конечно, нужна из математического обстоятельства, нужна какая-то физическое обстоятельство. Я с большим удивлением обнаружил, что такое обстоятельство есть. Я когда это получил, я был уверен, что это всем известно. Порылся в сети, никто не знает, никто не слышал ничего. Значит, если у нас вот этот угол пирамида соответствует углу, который следует из решения вравнения для золотого освещения, то луч, идущий вертикально снизу, претерпит такое явление под названием полное внутреннее отражение. А луч, который идет вертикально сверху, вот сюда, отразившись, будет полностью поляризован. Это немедленно привело меня к мысли о том, что это дело можно проверить. Это дело можно проверить. Если вдруг вот эти силовые сечения были нужны ребятам для того, чтобы поляризовывать излучение, давайте убедимся в этом. Ну, вот была сконструирована антенна, тут было две, но вот тут одна лежит, вот такая, с помощью которой я в 19-м году, мы там с Ириной Ревсковой бродили вокруг этих пирамид, и вот тут точками помечены места, где мы снимали поляризацию излучения. Задача была убедиться в том, что излучение поляризовано. По ходу дела, там была одна гипотеза сделана, для того, чтобы все это работало, нужно было обеспечить, чтобы та структура, та структура поверхности пирамиды обладала нужными свойствами дефракционными для определенной длины волны. 15 муточек. Ну, бред. Вот, так вот, значит, вот точки, в которых были проведены измерения, а вот кружочками введены точки, где была найдена поляризация. Видите, вот это сам не пойму, что он писал. Это ломаная пирамида. Вот около ломаной пирамиды, где мы сегодня были, вот в этих двух точках было поляризованное излучение. В остальных здесь не было, а вот в красной не было, в медуме не было. На Гизе, значит, около коридора испытаний в одной точке было. Вот здесь, 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 здесь было. Статистика плохая. Значит, в результате что получилось? Что искомый горизонтально поляризованный сигнал был обнаружен в 8 точках из 26. Ну, я полагаю, да, добавлю все частоты, на которых мы это все измеряли, оказалось ниже 19 МГц, то есть длина волны была 25 метров, что не соответствует гипотезе о дефрикционных свойствах грани пирамиды. То есть, эти надежды на то, что золотое сечение в пирамиде было нужно для того, чтобы пирамида поляризовала отраженный свет, не прокатило. теперь мы это знаем. Это отрицательный результат, который можно иметь в виду. Теперь, значит, для того, чтобы убедиться, что мы все-таки что-то могли там поймать, мы прекрасно видели первый канал местного ТВ. Все время он там наблюдался. И, более того, он находился во всех ходах пирамид. Он был. Что говорит о том, что электромагнитное излучение прекрасно проходит в ходы. Поляризации там не было. Признаков поляризации не обнаружено. Но таким образом эти ходы и камеры играли роль волноводов, что не противоречит исходным предположениям о том, что это волноводная технология. По ходу дела удалось снять пару мистических обстоятельств, от которых лично меня вообще тошнит всегда, когда я слышу про мистику. Я с удовольствием там провел ночь в пирамиде, несмотря на то, что я убеждаю, что кто-то свихнулся, Наполеон или кто-то еще. Мы с Виталий Геннадьевичем даже строили такие вполне конкретные планы. Интересно попробовать. Но в результате того, что тут удалось в это дело предположить, я эту идею теперь не разделяю, не хочу. Потому что совершенно реально объяснение нашлось возможным плохим последствиям для человека, который будет там находиться. Дело связано с двумя вещами. Во-первых, имеется вот этот эффект защитного экрана. Там со спутников почему-то, если в ВК диапазоне смотрят, они специально этого не смотрят. Спутник идет над Гизой и если смотреть в ВК диапазоне, то там три квадратика видны. То есть пирамида почему-то не излучает ВК. Вот потому она не излучает, что то, что идет вертикально снизу, полное внутреннее отражение. И все. И нет тут никакой загадочного черного квадрата, даже малейшего. что касается вот этого второго обстоятельства. Мы когда в четвертом году измеряли сейсмошумы, я сказал, что там был резонанс на 8 герцах, 8-10. Оказалось, что этот сигнал пирамида усиливает. Подумали мы тогда. Но оказалось, что сигнал точно такого же порядка имеется в иносфере. Имеется такой резонанс Шумана, который связан с тем, что иносфера Земли отражает вот такие отражения там проходят. И соответствующая частота она просто постоянно присутствует. И с ней радиотехники борются при конструировании радиоустройств. Существуют станции слежения за эти частоты Шумана. Это пример у нас в Томске такая есть. И я вспомнил, как устроен был сейсмограф. В этом сейсмографе была рамка, которая на сейсмическое возмущение начинала двигаться между полюсами магнита. Получалось СДС, который регистрировался. Ну, там многие будут технически прибомбаться, но смысл такой. Теперь, если эта рамка используется как антенна для электромагнитного резонанса Шумана, то это означает, что то, что пирамида имеет, умеет выделять, связано, может быть, с Шуманом. А 8-10 Гц это альфа-ритмы мозга. Электромагнитное возмущение с частотой альфа-ритмов на мозг человека, я не думаю, что это полезно, а врачи это просто знают. И такие исследования проводились не в полном объеме, действуют очень аккуратно, потому что если человека облучать излучением с частотой альфа-ритма, у него там всякие последствия бывают нехорошие. Вот это и могло произойти с людьми, которые там остались ночевать. Раз пирамида каким-то образом чувствует эту частоту, то могло произойти такое. Поэтому такая вещь убралась, мистика снялась и туда я ей дарую. Ну вот, теперь заключение. Я уже близок к концу нашего доклада хочу вот еще на что обратить внимание. Значит, у нас сейчас таким образом, ну, у нас, у меня, по крайней мере, есть вот такая волноводная теория, которая очень несвободна от недостатков, но обладает несомненным достоинством. Это вот эта ориентация, точная ориентация на север. Этого нет ни у одной гипотезы. Поэтому полностью ее отбрасывать из-за того, что там не хватает пьезо каких-то материалов в галереях или где-то еще, полностью отбрасывать ее рано-рано. С ней еще можно поработать. И вот, как вы увидите из следующего доклада, там есть еще дополнительные обстоятельства, которые можно сюда притянуть. Что нужно учесть дополнительно, если все это будет получаться или, по крайней мере, не будет не очень сильно проваливаться? Смотрите, какие тут есть вещи. вот это серапиум. Вот в этих вот отрезках находится 26 саркофагов гигантских, отлично отделанных. Непонятно, зачем нужно. Никаких там фараонов не нашлось у них внутри. что это за склад? Это натуральный склад. Он так и устроен. А вот, пожалуйста, фотография. Вот это то, про что я говорил. Смотрите, в известняке вырезаны ямки, где лежат вот такие гранитные кубики. Эти кубики с печатем. То есть, вот здесь имеются такие валики. Вот они. Вот. Представите, что каменотесы там оставляли валики, там тщательно подрабатывали середину. мне трудно. Я готов это допустить. Но все равно. Зачем их много? Все, все они тут валяются. Вот они, смотрите. Вот они. Куча лежат. Штабелями. Это уже склад. Такой же склад, как я предлагаю сделать в Loithems профакту. То есть, это какие-то устройства, которые к чему-то они собирались там приспособить. Кроме того, что имеется. Вот, смотрите, какие конструкции. Ну, я вам завидую, потому что некоторые из вас, наверное, попадут вот сюда. Это шахты Осириса. Это всегда было строго закрытое сооружение. Как я образом туда попасть не знаю, но это здорово. Это примерно 30 метров. Смотрите, какие тут ходы, как устроены камеры и что это вообще все такое. Это находится на дороге от пирамиды Хефрена вниз к Сфинксу. Если считать, что вся эта конструкция здесь, это все связано между собой, пирамиды, смотрите, какие устройства тут имеются. А вот, что есть в Саккаре. Это меньше напоминает устройство, потому что там ходы эти длинные, они совершенно никакие не полированные, не гладкие, а очень даже раздолбанные. Смотрите, что творится. Прямо под пирамидой имеется вот токущая шахта, над ней лежит огромный саркофог. Зачем он там находится? Зачем находится саркофаг в Хеопсе? Тоже не было никакого там обитателя в нем. С точки зрения всей этой водонаводной теории это емкости, которые обладают разнообразными частотами, которые могут излучать, излучать, поглощать, усилить и все такое. Таким образом, при разработке всех этих дальнейших идей надо учитывать то, что имеются склады и запасники, в которых содержатся возможно конструктивные элементы. это еще одна такая гигантская яма, ну ладно, что-то много всего. Имеются всякие сооружения, связанные с ходами, некоторые из них обработаны хорошо, некоторые плохо. Значит, в волноводной тематике там существуют всевозможные тупички, которые используют для самоснования фаз-сигнал отраженного и попадающего. Либо чтобы они там усилились, либо чтобы лишнего не проходило. Вот, они есть тут. такие. Ну и, так сказать, на последнее, на что я хочу обратить внимание. Время первого визита, да, пожалуй, до последнего момента, самое сильное впечатление на меня произвела вот такая вот конструкция. Это буквально на земле. Это рядом с пирамидой Високлафа находится, в Сакаре. Это вы все сможете увидеть, если захотите. Что это такое? Это такая яма, миллиона метров пять. И на дне этой ямы, тут по краям насыпаны какие-то обломки, на дне этой ямы находится вот этот вот замечательный бункер. Ну, разные идеи там есть. Одни там говорят, что вот, война богов, там они их отсиживались на атомных ударах, ну, что-то. Но я смотрю, что у меня опять вот какие-то геометрические формы, которых нет у индусов, нет у китайцев, у мексиканцев их тоже нет. Вот эта простота форм меня заставляет думать, что это все какие-то устройства. Ну, вот они, стало быть, и есть. Вот такие дела. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ